я всех приветствую дорогие друзья вы на канале gathering quiz crow и сегодня мы продолжаем такую прекрасную серию как ведьмак 3 дикая охота дам пока у нас ведется небольшая такая настроечка трансляция пока мы подождем всех кто желает присоединиться к ней если вы смотрите это видео в записи то перемотайте вперед там будет происходить все действия и вы не пропустите ничего важного сейчас так наливайте чайок доставайте печеньки сегодня у нас будет такое довольно таки длительное путешествие с геральдом по всей по всей этой территории как я помню а не помню сейчас вот начнем и вспомним как называется в принципе округ в котором мы находимся и пойдем выполнять задание так соединение отлично это вообще суперским так тут чадик выведем в отдельное окошечко потому как не особо удобно тут из-за одной какой-то вылезающей фигнюшки читать сообщения на тупо их перекрывает чисто чатик на пол экрана так ну куда ты съехал дружище вот было все хорошо вот так вроде все поставил а установил должно быть все видно меня должно быть хорошо слышно на тут всех приветствую дорогие друзья всех приветствую нас пока такие технические моменты есть и это мы слушали уже это мы слушали вернуться к игре настройки что-то меня интересовало в прошлый раз по настройкам включение миникарты во время исследования выключено выключено размер шрифтов может чуть побольше даже сделаем для вариантов ответа то чуть побольше разговорах окружающих думаю оставим тут такое не особо важное обсуждает вне заданий ну как одни особо важное просто не влияющий никак на сюжет дополняющего его дополняющий сюжет но не влияющий на него в основном так отметки на карте да это все оставим гамма графика тут без изменений размытие выключено все локализация это понятно схем управление это уже тоже вибрации я в принципе выключу на всех приветствую всех приветствую пока ждем кто соберется а там посмотрим наверно уже в течение трансляции то присоединятся к нам все кто хотят в Велине ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени гендрик который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито его основным заданием был сбор сведений о цели однако геральт не смог добраться до гендрика его опередила дикая охота на месте ведьмак обнаружил только тело агента к счастью призрачные всадники не добрались до его заметок прочитав их ведьмак узнал что цири гостила у хозяина этих мест кровавого барона и повздорила с какой-то ведьмой это нам продублировали все что мы по основному сюжету ищем наверное когда барона пройдем там опять будет изменение в сюжете слышно меня в принципе хорошо должно быть по звуку как ребят слышно меня слышно да нет блин уведомление осталось попытался отключить в правом верхнем углу в настройках показ уведомлений во время пока это это трансляция чё-то это остались они надо будет плотненько заняться этим вопросом а то немножечко неудобно там моменте интересные вырезать для превьюшечек так вспоминаем геральт у нас подстриженный красавчик без бородочки а мы остановились на задании кровавого барона искали его семью встретились с дочерью соответственно дочь присоединилась к ордену рыцарей там солнца каких-то ордену какому-то инквизиции или церкви а мать утащил какой-то своеобразный монстр и надо наверное ее вытаскивать до тамаре поговорить и скорее всего дадут задание на поиск а чё не сохранилась это дом вроде лутали а не сохранилась ничего страшного там в принципе ничего этого особенного не было в доме обычный хлам до всякие ништяки не особо ценны и так это чё продавец рыбой говори с ним нельзя осторожно тролль на левом берегу на так к западу от аксенфурта на левом берегу понтара видели и слышали тролля данный экземпляр как тут витиевато пишут часто поет эриданские солдатские песни предположительно это элемент невгардского невгальской диверсии в чем состоит он на я пока не ясно ну посмотрим ух тут как это призывают к действию видно сподвижники короля заказ бестия не счаще тоже возьмем лесное чудовище мошенник ярмарочными трюками и лживыми пророчествами не дайте себя одурачить кстати надо с ним встретиться будет это по любому какое-то задание или как минимум интересное разговор сыграй со штепаном с человеком который хорошие карты сами идут в руку это гвинт тоже сыграем давайте тогда пока возьмем какое-нибудь задание е на уничтожение да вот ведьмачий заказ какой-нибудь легенький пока отвлечемся от основного сюжета уничтожим парочку чудовищ думаю попробуем эту механику по крайней мере потому что за вот все прохождение максимум кого мы убивали по заказу это какая какое-то привидение было приведение то там без выслеживания всего прочего получилось а где тут вход-то а понял так с кем случайно да нет не встречались сейчас посмотрим карточки по какой они тут цене в городе и что вообще себя представляют не трезвых молокососов извозчиков и шкалеров с кафедрой философии не обслуживает а я что похож на хоть кого-нибудь из этого списка вообще ни разу всегда лучше предупредить чтобы потом не было проблем а чем тебе шкалеры насолили давай не будем об этом что принести сыграем в гвинт он тут предлагая давай товара смотри сначала посмотрим может что-нибудь интересное по картам что доброволец сила отряда 3 специальную а это на на этих самых эльфов ну давайте купим в принципе без разницы из еды у нас огромное количество есть покупать не будем ну из гвинт сыграем наверно играешь в гвинт только ни с кем попало и всегда с высокими ставками с тобой я бы сыграл интеллектуально сейчас разыграемся и пойдем месить монстров физически ну это же там скорее всего как-то ловушку подстроить то надо будет скорее всего мглу даже убрать можно вообще тут без надобности на самое интересное что наш король или как лидер разыгрывает карты разыгрывать специальную карту на уменьшение урона дальнего боя и этого дальнего боя у нас больше всего блин ладно погнали мы делаем первый ход значит карта хорошая вот эту так разведчик выпал тоже отлично и большое количество разнообразия карт даже не знаю я бы поменял вот эту карту да хорошо разведчика 2 разведчика у нас колоде отлично даже не знаю скорее всего даже этого поменял бы и кого мы получили ясно ясный день отмену всех этих умений наподобие понижение урона отрядов разыгрывать разыгрывать что будем попробуем сыграть значится через осадное орудие сначала через осадное орудие что это карта с особым умением уничтожает самый сильный рукопашный отряд или отряды вашего противника если общая сила его рукопашных отрядов равна или превышает 10 ё-моё это получается когда ты ставишь карту она уничтожает или когда она превышает определенный лимит уже при поставленной карте всех приветствую дорогие друзья всем привет нас такое небольшое пока ответвление от основного сюжета развлекаемся развлекаемся интеллектуально ну давайте поставим эту три бушетку а чё девятка нифига си сильный разведчик получается если мы усилим этого этого героя о здорово на даме а вот и птичка кайс приветствую да да это птичка да вот это вот вот это огромное огнетущая ящерица эта птичка так и подумал бы мне вот самое интересное что получается эта карта работает только когда ты оставишь до уничтожает отряд самый сильный ну там более 10 силы рукопашки или когда ты превышаешь уровень уже при поставленной карте давайте мы закинем разведчиков принципе вообще он пасует все отлично первый раунд за нами два челика добираем карту а может играть как отложенная казнь а то есть да вот так вот идти хорошо я через силу ты не играл почувствовал почувствовал что парень пахнет жареным так у нас опять есть на три бушетку отложенная карта отложенная карта он нам не кидал кидал знаете кого разведчика давайте я заюзаю вот и разведчика значится возьмем 99 сил она ему даст конечно но нам две карты классно вообще карту есть ясный день добавила это что это герой это герой тихо 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 выберите одну карты из вашего отбоя не героя не специальную карту и сыграть ее немедленно а то есть как это наша вот это да получается герой короче как наша обычная карта общение не особо впечатляющий да вот и героя первого деле вообще это кто йеннифер из венинбурга против своей возлюбленной играем у нас три карты специальные рога вообще топово как я помню у него может быть еще один отряд казни но птичка имею ввиду всех приветствую дорогие друзья до наливайте чаечек доставайте печеньки у нас тут пока разогревочные такие боечки а чё он сделал обменяйте на уже выложенную карту чтобы вернуть ее в руку это типа комбинации использовать чтобы противник там не узнал какую нибудь к примеру казнь или специальные умения до или например на другую партию перенести на на раунд карту зами знаменательный бой узрел все о чем вы высказывали рассказывали скорее всего да птичка вроде 1 всего в колоде было а да ну то есть он ее уже и узнал получается из колоды не недоставал этим умением персонажа героя ладно значится юзаем все что можно а кукла позволяет забрать карту обратно в руку так можно твоего разведчика забрать и тебе за спину и скинуть чтобы карты получить так и понял интересно интересно так давайте еще вот это кинем но здесь у него казни нету потому что если есть то будет немножечко грустно морозец афиг тебе в морозец то ясным днем усилим вот эту партию чку тогда а вот забрал он обратно птичку или нет это уже надо узнавать но пока не выставлял у него карт 8 оставили да а значит хорошо что я потерпит этот переждал и мы поставили поставили обычного в обычный отряд вместо специального умения умение лидера кстати этот не активируется почему я его не использовал странно вообще ну давайте выставлять героев потом в конце ближе к концу мы рассеем все специальные эффекты и посмотрим что он сделает в итоге рассказывайте как у кого день прошел сегодня вообще минус 30 на дворе даже да и на улице выходить было не охота какая-то дичь на улице происходит так еще и скользко вот эту карту еще доставим а разведчика себе еще кинул нет карту птичку он не доставал ему она не досталась вот она в колоде это этих сброса есть это что за персонаж лучник крутой да на десятку силы выберите одну карту из в а это медик еще одно умение на не тить у него хороших этих навыков всяких прикольных минус 40 41 как всегда холодно и ужасно поддерживаю мне при мест блин минус 30 уже плохо при 40 было бы еще наверное уже с ней давайте тогда вот вот тут улучшим по урону себе и доставим так ну вот на минус два отряда минус два отряда там самое интересное он уменьшил их урон точнее карту уменьшенного урона прибыла и он все равно их сжег сидишь какая-то а вот и птичка у него этих карт медика прям завались скорее всего это победная будет ваши ставки победим нет потому что карт осталось вообще нифига а у него еще пять карт почти догнал на двадцатку разница у нас чуть-чуть прям ну давай докидывай докидывай пятерочка еще до троечка нет карт не хватит не хватит или хватит он еще разведчика и узнал казнь чего у него две карты я думал там победа наша будет я думал наша победа там этот он разведчика кинул вообще жесть какая-то 6 6 ну это какой-то жесткий трактирщик ладно ладно раз так получилось то пойдемте по заданиям и дичь какая-то у него этих карт разведчиков ты хоть сохранялся не не сохранялся я думаю сейчас по-быстрому выполним и пойдем или там переиграть можно переиграть скорее всего можно этот обычный трактирщик максимум это 10 крон мы потеряли ничего страшного так у нильфгарда много разведчиков но у меня их не особо много не особо ну давай бедняжка бедняжка коняшка красавицы он нам так ты с севером играешь а север чем хорош вроде как я помню у севера тоже должно быть в колоде много разведчиков для хорошей партийки ты бегать а здесь нельзя бегать особенность карты севера как я помню победа при при победе нам дается одна карта тем что карты получает при победе у него карт много одинаковых которые друг друга усиливают понял принял обработал лозунги тут ребятки кидают так посмотрим куда нас ведут мы выполняем задание на убийство монстра как я помню заказ на лесное чудовище давайте посмотрим механику убийство чудовищ на заказ с высволь с выслеживанием я имею ввиду а то интересненько как работает всякие тут водоемчики до перевернутые телеги нас встречают по пути самое время прийти посмотреть ведьмака здоровый инквизитор на привет предки у нас тут такое пока чиловое начало в гвинт уже проиграли так что ничего считай не пропустил какие-то слишком дикие тут трактирщики в городе больно мощная так нам сохранится как я помню да а то опять с города начнем будет не особо весело так гули гули у нас есть масло против них как истинный ведьмак мы всегда готовимся к бою с нулем всех зелий которые можно использовать практически ну и как ты проиграть умудрился да там какой-то трактирщик вообще слишком перекачано у него огромное количество разведчиков было но он за север соответственно играл точнее за нильфгард и да мы за север играем у него огромное количество разведчиков он тупо нас конце закидал картами у меня был огромный перевес с ним но он тупо закидал картами и картами этих уменьшение урона это вообще какой-то ужас был там все самые мощные карты выпали нам а мы все равно проиграть не 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 я я уж годику привык что начинаю ждать r1 а нам надо на кнопочки пикать гули вообще какие-то беспонтовые слабенькие ребятки иди иди сюда вообще-то покрутимся друг по вокруг вокруг друга и все и минус а м у вас тут не было я помню так минус еще один по карте кстати по мини карте можно заметить там верхнем углу есть гнездо чудовищ давайте сходим по нему к нему по пути понятненько нильфгард побил получается да все верно нильфгарды победили си северное королевство а да вот он так у нас что и зелье есть ботулочка водички попили ух это эти неприятные тип очки которые слишком резвую что я вижу знаете что не 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 все все спокойно спокойно да тупо загасили тупо толпой даже отойти не смог доброго вечера всем да всем привет кривин здорово а качество выше 720 можно а я играю на ps4 но на обычный тут к сожалению выше определенного уровня качество поднять нельзя вот на пятерочке там 1080 с 30 кадрами вот ее надо будет приобрести консольщики да да пока на консоли играю там в будущем с техническим моментиком подправим и будет более широкое разнообразие платформ и в принципе игр на канале а так присоединяйся к нам у нас тут весело получаем по лицу на максимальной сложности ведьмаке зовут меня ворон из канала из этого из названия канала гэдзеринг вис крови со можно понять наливай чайок там доставай печеньки мы параллельно получается как с параллельно с ведьмаком проходим еще годов вар он будет в пятницу вот там тоже на максимальной сложности страдаем и убиваемся все что можно убить скотина что присоединяться и так тут просто на стримы не попадал а понятно понял понял все расписание стримов есть в описании там если знаешь и по дням и по часам расписано повторение прошлого стрима с гулями не я не хочу их 20 минут бить 20 минут это слишком долго даже 30 ну их количество прям перед гнездами очень уж ну теперь опять будем полчаса гули ему солить не гулей этих самых ми мини троллей или как они называются ребятки которые с резвую так у меня тут чатик съехал надо его поправить так давайте сохранимся на всяк пожарный это эти резвые ребята есть и без в бестиарии есть да мы их они они даже читали что-то наподобие это мелкие детеныши или сейчас даже точнее скажу каких-то орков или блин гоблинов огров во да это называются на кира и у нас против них нету ни зелья не всякого разного просто напоминаю где название посмотреть можно да 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 и помню помню так значится что отдохнем сейчас часок восполним все свои зелья и бомбы в принципе а нельзя да отойти надо отойдите все у нас тут ведьмак готовится к великому похождению гулина отойди да алкогес пополните его и получается по зелькам да у нас восстановилась их все количество можно со спокойной душой их пойти помочить рассказывайте что нового что у вас есть интересного за эти да не прошло в принципе все как обычно так с дипломом немножечко пострадал да с этими всякими вещами учебными ведьмак зарубить гуля не попросить отойти да конечно гули гули они иногда бывают понимающие вот ты не хочешь с ними сражаться отошел они понимающие не подходят больше давайте раз на раз это не раз на раз скотина а вот это хорошо жахнуло они прямо из-под воды что ли вылазит и под воду уходят и хилятся сколько мне еще ждать или мне кажется что они они не хилятся давайте зелья выпьем так минус 2 есть все хорош неплохо минус 3 есть все хорош сохранял очка а нельзя сохраняться тогда ласточку выпьем и будем а мы кстати видим что он под землей это находится ну все расправились даже быстро было синий мутагены тут собираем с них и зелененькие ничего нового на работу ходить не весело на улице холодные скользкость смены благо короткие и на том всем спасибо понятно понятно ну на улице у меня тоже холодно за окном минус 30 где-то вообще не жила нету никакого желания выходить сейчас ребят свет включу подождите хвастаться тоже не особо не чем да и никак холодно вот и все но вроде потепление обещают на следующей неделе даже ближе к выходным так что возможно все еще образуется не у меня не так холодно это хорошо так мы похилились молодцы удалые холодцы давайте добьем этих мелких упырей скотина да ты же а папа а двое это на одного не честно но юзать магию тоже не особо честно так что мы в расчете я блин с года варом тут это научился уже парировать все их атаки сказал я и получил по лицу до так у нас еще не залута на это место сердце накера кристаллизированная эссенция яйцо чудовище мы что можем их выращивать нафиг нам что яйцо чудовище не так выходит играть в несколько игр полезно полезно прокачка реакция полезно там где необходимо выполнять практически одни и те же действия да вот например совмещать шутеры например какие-нибудь игры наподобие году вара но не знаю они профильно отличаются друг от друга сейчас медок соберем чё еще поводу составной болт улучшенное масло против зверей тут есть улучшенная весь версии масел понятно еще такой интересный момент услышал что в третьем ведьмаке при достижении 35000 золотых монет в инвентаре от геральда существует вероятность точнее невероятность а просто появле появляется чувак который как бы налоги тебя заставляет платить и там какую-то цепочку квестов проходить требуется вообще какой-то рову там они по 2 или 3 раза улучшаются понятно понятно ну погнали тогда дальше у нас заказ на чудовище только сохранится надо вообще это античит античит поскольку такую сумму без них сложно получить пошла понятно интересно не с медведями нам не по пути медведи мы не трогаем они милые пушистые животные кат-сцена которую я даже не пытался как-то активировать она просто тупо сама ты почему не загрузилась потому что мы хотим чтобы горела ясно убирайся отсюда или мы тебя зажали вместе с этой грёбаной с эльфийкой есть еще третий вариант есть еще и третий выход сейчас будем отрыж отыгрывать злого мальчика у них есть этот арбалетчика у них нет вообще шик ну сколько мне еще ждать да лошадка хорэ катать блин карусели помогает кстати помогает отвлекает их тихо тихо хорош спокойнее вообще было неожиданно максимально эм я блок ставил он просто не среагировал а продолжение вы можете увидеть сами знаете на каком сайте ну да ну да сейчас еще раз попробуем этих разместить но только уже четенько без мешающий платвы и подготовленные в плане зелий и бомб но может все таки топор фигово блокает удары фиг знает вообще он же не может их в блоке пропускать если он один раз блокирует как минимум может у него просто радиус блокирования меньше чем у меча вот это возможно там же еще есть из оружия из видов оружия имею ввиду ближнего боя дубины получаются какие-то шипастые там какие-то дубинки что еще мечи топоры мечи топоры мечи топоры и что-то может еще ну древковая фигово подходит для блоки для блокирования это я согласен да но это же мир магии тут возможно эти древковые всякие основания модифицируют или как-то зачаровывают ну или тупо дерево повышенной прочности есть же такое дерево как железное называется вроде да которое довольно таки плотное и крепкое по своей структуре есть еще да 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 блин я не то хотел сделать а ты можешь убрать этот он не убирает а все убрал тупо он не может с этим с факелом же блокировать что драться раскателось да тупо получилось вообще а еще она и тяжелая ведьмак решил подлитель ганька ну горе раз уж горит то догорает до последнего пусть зато теплее будет вот да такие вот моментики с этими людьми неприятные вообще как и с самими накерами начиная группой задавливать угу дорожные указатели довольно таки прикольная вещь не надо никакими опасностями в пути встречаться ну если взять зажигалку и газовый баллончик можно закосплеить ведьмака ну можно да там же есть навык в развитии ммм как там ну короче в огненной магии нашей рунной есть же способность там струящееся пламя вот то же самое практически мы так от дикой собаки как-то отбивались да? ё-моё это конечно мощно в принципе в принципе-то огня боятся а тут прям из ниоткуда она появилась ммм что мы хотели хотели обновить это взять вот это взять вот это там а их нельзя заранее например тут побомбить не? что вы тут делаете почему его никто не тушит? только надо вроде лаковый а не газовый брать ммм или мы тебя зажарим вместе с этой грёбаной ну интересно-интересный факт давайте продолжим не-не-не-не-не-не я туплю опять тупую кнопки эти путают кнопки еще можно сдаться так а вообще-то бомба довольно-таки неплохо и дамажит сразу два блокировал, видели? ну сколько мне еще ждать? давайте еще одну из днем а бомбы вообще тема я вижу да этот топор дичайшее оружие какое-то любой путь и тупо блоки пробивает ходит блин нехорошо нехорошо я согласен а платва так и носится кругами все за их забили бедняк да реликвия с них падает это что за пацаны круче самого ведьмака да у меня таких предметов нету в инвентаре ну периодический урон кровотек поджог яд это достаточно сильные штуки тут и все эти эффекты можно на меч накладывать либо создать подобный клинок ну там как я понимаю на предметы вешается определенного уровня шанс выпадения эффекта то есть тут у нас есть клинок на три шанса вызвать кровотечение да и вот он увеличивается с улучшением ты вроде тушить собирался а не графить ну чуваков там и пограбили победа над ними нам сулила явные неприятности но мы же помогли и вот достойны награды давайте наденем вот эти сапожки тогда тогда вот эти вот перчаточки рубашка вообще какая-то фигня я не понимаю зачем она нам мечи у нас одинаковые тут а это топор да вызвать кровотечение шанс стальное стальное кровотек есть на не только камень камнями но и у самого клинка есть я тоже на клинках школы змеи вроде есть а еще там достижения есть наложить поджог кровотек и отравление на цель одновременно как-нибудь вдруг думаю исполним там по пути нам в ходе приключений по-любому создадим ультимативное орудие убийство и уничтожение давайте тогда вот этот клинок поставим привычно что было из бомб и масел мы ничего сделать не можем да ну и фиг с ним так тут арт нам поможет точней да арт беги быстро спасли беднягу не особо она на эльфильку похожа а все что не загорит мы себе заберем мы задыхаемся тут есть механика что мы задыхаемся от дыма как интересно на кстати кого-то убила я вот не вижу кого правда сырое мясо давайте поговорим с ней что тут вообще стресс почему они хотели тебя сжечь можно можно конечно поговорить единственное что с эльфами как-то сближает это то что на ней минимум одежды и она очень какая-то а вот уши заостренные видно да видно заостренные уши там глядишь и награда достойная будет у нас есть йеннифер и все это красотка нас бросила и вон медведь за нами идет смерть в огне а тут видно кроликов по отстреливала а кроме йеннифер еще около четырех персонажей я знаю одну рыжую это тоже какая-то колдунья что ли или мак как они там разрешаются не знаю чё парни давайте жить дружно живем дружно и не знаем проблем и обид нет блин нападать необходимо вот от него лучше кстати уворачиваться ей богу он блок пробивает и не дает нормально сражаться у него есть трис нам не нужна йеннифер вот трис да вот эта рыжеволосая девушка чего блин у них есть лучники это проблема использовать голову противника как ночной горшок это конечно он стреляет через предметы вы понимаете всю абсурдную ситуацию этот чел просто тупо через предметы настреливает ну какая-то жесть вообще творится отрывать там все в голову там какие-то дикари реально как же там честь и достоинство относиться к погибшему противнику с уважением к примеру а пока мы хороводы крутить будем я вот от этого лучника не избавлюсь если потом буду всю жизнь страдать да зверия она но да а м м м х мне набивать лицо ножку еще один бандит да вы издеваетесь ей богу тут бандит на бандите я понимаю война там все дела тоже является фактором появления всех этих грозных представителей профессия бандитизма и всякого разбойничьего ремесла но бить будем не здоровье у нас не свик вообще хватит болтать двое хорр здоровья нету вообще нету нету здоровья о добивались есть как как интересно но я говорю же мы познаем все эти механики с вами ключ какой-то подобрали познаем все эти механики потому что я за них особо что-то не шарю но я думаю голову лучника ты бы использовал точно так же я бы ее повесил на кого просто бы она висела и предупреждала всех лучников не суетесь ко мне лучше инквизиция возьмет такие из вращенные методы себе на заметку чисто такая книжечка есть за заметками куда все это да записывается или как даже по моему есть определенные тома вот по всему этому делу в интернете по крайней мере можно загуглить если бить тех кто горит то ты их потушишь они не получают полного периодического урона да это знаю поэтому я как-то мог заметить бил только одного противника остальных заставлял гореть соответственно но они в стане еще также находятся чтобы как-то урона нанести соответственно больше и просто так не стоять не втыкивать мечи тут магические да угорение прокают не особо часто там не знаю процентов 30 может шанс хотелось бы побольше о добивались есть а теперь вспоминаем что я говорил при прокачке арда ты можешь ронять врагов на 7 10 секунд почти 100 100 процентным шансом то есть добиваете но на людей как понимаю этот навык работает на монстрах то фиг прокачай и не прокачай силу знаков и гореть будет все будет там по моему в конце существует данный параметр повышающий шанс горения причем ронять по кругу тоже помню что ветки есть такое залутали мы все или не все а нет не все сера еще интересный момент а в этом мире существует порох как таковая составляющая военного ремесла его придумали тут потому что я какого-то порохового оружия не увидел за все прохождение от начала замок закрыт так у нас ключ 6 ищите мою лавочку у моста через фонда вообще-то у меня товар только для войска но для вас я сделаю исключение торговца освободили отлично не отправленное письмо причем а это да я читал любимая херке помнишь как ты говорила изи бор не ходи ты людей грабить это богам не угодно а поэтому большаку одни беженцы идут они еще беднее чем мы как ты бронилась что я от работы в бегаю а ничего домой не приношу ой родная придется тебе все все свои слова взять обратно да так взять что их у тебя все деревни обратно изо рта вырвать не мог вырвать не могли это видно разбойники пишут да что на большой дороге улов довольно таки хороший всех мы грабим всех мы убиваем и добра набираем ps на день к моему возвращению ту ночную рубашку в кружевах с красным бантом и ротик на карась ну к сожалению уже этот бедняга кто это писал не встретиться со своей женой по делом таким так а тут у нас поле битвы было до полутаться можно вроде нет нет ничего мы погнали дальше тогда но погнали нам бы выйти на дорогу у нас у нашей плотвы есть этот авто авто этот доводчик она все маршруты знает купец которого мы освободили покажи товары покажи свой товар а это обычный этот проходимец с травами с травами до различными травами и моментами колхимии сейчас продадим ся и пойдем дальше тут ничего нового это что коленок бригады шанс критического удара повышается неплохо мощь и гния разгрузились чутка бывай так нет не здесь это смотрится давайте примерим какой-нибудь клинок покруче себе стальной нет нет нету смотрится вот этот бомба а шанс критического удара еще думаю лучше будет насколько он составляет пять процентов на будет 15 а давайте будем изображать из себя этих пустынных всяких работе грамотку не желаете дешевле чем у меня не найдете него что он продает те грамоты для входа в город вы ничего не знаете при данте заняли все броды на понтере без подорожной грамоты никак не проехать так у нас есть одно уже не зло у меня как раз есть несколько на продажу за столько я куплю золоченую карету а сам оденусь родовидом ежели у вас денег не хватает так что поделаешь а я вообще у него ничего покупать то не хочу фигле он же по-любому какой-то туфту на втирать может у меня для вас найдется работа а за работу выправлю вам скидочку скидочку вообще спросить что он из себя представляет за работу шурин мой вместе с другими людьми поле битвы убирают беда в том что им все время докучает какая-то нечисть но знаете твари всякие что к трупам тянутся если бы вы похороняли моего шурина я бы вам прекрасные скидочку ну что это задание на отбивание волны может получится договориться как-нибудь по-другому я думаю ты дашь мне скидку просто так да прекрасная мысль будет тебе скидка парни это жена он же по-любому какую-то туфту продает по-любому какая-то фигня у него посмотрим что я смогу сделать фальшивые бумаги разыскивается леший так стража лагеря погребение умерших опасность эпидемии выдача еды не выходите после захода солнца это еще нам знаки вопросика подкинули на карту он не застревай бедняга вперед плотва а задание поменялось а мы ехали по-другому мы ехали вот на это чудовище пошла а нам сюда и надо было я по поводу объявления сразу вспоминается реклама какая-нибудь найди работу на этом вот такие у нас неприятности сидит какая-то кудлатая хуйня в лесу и нападает на каждый ебаный транспорт который едет по брышаку у нас уже болты кончаются стрелы провиант нехорошо послал я пару людей чтобы глянули что там и как они не вернулись дело такое принесешь мне башку этой манды получишь золото сколько в объявлении написано торговаться не будет квартир мейстер большими но могу от себя добавить грамм с которой можно через понтер перейти ну так по рукам неплохое предложение посмотрю что можно сделать вот чел угарно разговаривает да я не закончил вот объем мы пришли с объявления и вспоминается по телеку приходите там на наше приложение вас в 2 секунды найдете необходимую работу и ха ха ру типа вспоминай атак давайте уберем вот эту значочек он меня смущает немного и пробежимся для такого нужна большая сипа закат красивый а ведут нас куда в какие-то гроты что нет пещеры накинем вдруг понадобится так факел возможно мы упали не особо похоже кто-то проснулся в нужном месте в нужном месте пустая пещера вообще ничего в ней нет кроме грибочков до сундуков пустых даже никакой не знаю хотела сказать о ритуальных всяких и просто ужасных искусствах ну тут как тут же ему тела не кажись он впереди наш монстр 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 выходе не боюсь я зла ведь свет божий со мной и и не страшно мне еще одна жертва шелка тут в коробочках лежат поднимаемся небо не убоюсь я зла ведь она и так во мне истина так истина так еще добавляем пункт почему не боимся зла у нас есть авто сохранения точнее сохранения в принципе ух тут кажись нашли этот запас тут ребят на черный день гриф аксий не 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 смотреть залезать что у нас есть квен я квен говорил про дублируй да на всяк пожарные живая крестьянка удивительно что здесь произошло он напал на нас кто он ух древняя мера измерения убитый локти 4 локоть он в принципе где-то отомсти за них убери эту бестия прошу тебя меня нечем заплатить но брат мекеля проводника нашего он человек денежный он тебя вознаградит спроси его в корчмен распутье и села дальше отдыхать нет бы выбираться так факел но вроде никаких таких прям особенных черт кроме что следы какие-то маленькие мы не нашли у типа он раздирает жертв это понятно монстры все сильные и могущественные сын драй ребятки патрулируют а нам осмотреть место нападения на обоз недалеко находится давайте пробежимся вот и волки ну или собаки убери убери факел убери факел а почему они красным подсвечиваются красным подсвечиваются враги белым в принципе все нейтральные существа еще страсть странность какая-то это маленькие людодети какие-нибудь не застрял вот чест слова просто тупо застрять в каменной кладке сантиметров на десять это весь геральт победить тоже существо какое-нибудь двухметровые аналогично геральте выходить я вам ничего не сделаю когда последний раз ела белым подсвечивается все живое желтым все с чем можно взаимодействовать а красным квестовые вещи понял как-то странно немножечко красным подсвечивать вещи противники тоже красные возьми но они же вне квеста тоже бывают девочка очень похожи из поместье этого крак кровавого обороны который он приютил прям как будто моделька один один взяли девочка нам куклу подогнала в облике зверя они вошли в его хижину и стали искать сперва они набросились на его ложа простыня была покрыта сухими веточками это было первое доказательство ибо когда волкалаки возвращаются на рассвете после ночной охоты то приносят с собой на ногах мелкий лесной мусор второе доказательство они нашли под кроватью шкуру волка волкалак без сомнений надевал ее когда перекидывался перекидывался при заходе солнца и оставлял ее под кроватью превращаясь в человека на следующее утро найдя эти убедительные доказательства они одобросили всякое промедление и начали охоту покалявшись найти волкалак и заковать его в цепи из серебра мы кстати с одним вроде встречались по сюжету он какой-то не особо страшный был но так 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 и есть моделек мало чтобы улучшить оптимизацию понятненько понятненько о здорово за это здорово у нас тут пока такие лайтовые путешествия сюжет основной не трогали так что ничего не пропустил ну кроме веселых разговоров и просмотра как геральт получает по лицу это мы любим ладно погнали дальше сейчас мы выполняем задание на охоту на чудовище да еще неизвестно кто у нас из противников заказе аль гуль это крутой типа трупоед да только я не вижу как он выглядит тактическое отступление нам надо восстановить себе все зелья потом сохранится обязательно не 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 а чё у них зона агра такая большая я не понял обычных противников зона агра как минимум в два и в два с половиной раза меньше он а мы мы нанося ему урон получаем сами его то вещь какая-то потому что как видите квен по квену урон проходит но так сама тварь какая-то не особо это сильная что драться раскателось да она нам урон наносится постоянный если мы с ней соприкасаемся ну значит в записи пересмотрю хорошо там в принципе такое под настройка стрима и получение по лицу как можете заметить у нас немножечко поменялись поменялись эти превьюшки это у нас модер постарался от ног прошлыми и трансляции надо будет находить прикольные моментики и отмечать их в тайм-коде чем получается у нас еще 2 до противника осталось сохранимся помедитируем где-то часик и погнали ну что по атаку не те не те мы используем роны чего а чё по урону хочу по урону нет с фига ли так много не слабый противник да говорю слабый противник ничего не наносит ни хрена себе ее пара сетт да да аль гуль же слабенький урон наносящий просто сносящий все хп я чё-то не понимаю или до этого противники вообще были ложками они конечно с трех четырех ударов тоже валили но тут с одного считай и и вы мне говорили не использовать этот навык на восстановление здоровья ё-моё всего-то урон получаем когда бьем и когда он если попадает по нам то просто помираем это вы с ним одного уровня еще получается те кто сильнее нас и наносят нам намного больше урон отмечается черепками до соответственно не помню встречали мы таких или нет ну такая-то дичь позаботьтесь о винодельни пожаловай вам пожалованы вам где княгиней у нас будет своя вина винодельня мы будем этими самыми индивидуальными предпринимателями что ли нет еще не встречали но и таких убить легко можно но свой домик а про домик вы говорили да а что там будет своя винодельня но не слышал погнали второй круг тогда здравствуйте сударь а мы к вам давайте вы бить меня не будете в принципе и сойдемся на том что вы помираете 1 2 3 4 не 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 все 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 раз и два с три с четыре с что драться раз хотелось мне вот после того как он наступает ваншоте то да раз раз и двадцать трис четыре с раз и двадцать трис да даже блок не успеваю поставить понимаете я как понимаю противники эволюционируя получают свои какие-то новые способности вот у трупоедов чем обычные удары лапой ну и кусаются еще у аль гуля добавилась какая-то способность нас станет своим криком потом появилась способность наносить нам пассивную ну типа какую-то такую защиту свою иметь при попадании по которой мы получаем сами урон но слабенький на получаем у них увеличивается урон соответственно и может что-то еще там какие-то характеристики своей скорость там или что-то подобное но это жестко вот первый противник вот аль гуль как как-то легко слишком разделали его даже проблем особых и не было она по нам ни разу и не попал ха 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 давайте его выманем какой-нибудь открытую местность к примеру хорошо освещённую плитом а этот нас не догоняет да это тупо на территории этой черед или у нас не заметил но по одному удару так наносим и вообще топовый получается вот какой-то мазохизм и вот его объемы получаем сами урон раз-два-три-четыре осталось хп вообще у него на донышке и ему соответственно нас убить тоже а все победа малый красный мутаген с таким мы еще не встречались следы когтей и тупых зубов как здесь пировали трупоеды а это наш не основной противник был соответственно да чисто разминочка или кто-то свистнул груз уже после нападения монстра и наш монстр коллекционирует боеприпасы раны как от когтей красный на урон синие для магов зеленые на хп а красный на урон они не превалируют к урону ворону что ли только на меч красные ветки оружия значит на уже на человека нет они для физ урона а понятно 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 да силы атаки увеличивает а у нас второе когда этот ячейка открывается на девятом уровне но мы к нему идем потихонечку есть одно очко умения куда ее вложить пока непонятно у нас вот наверное откроем следующим на знак арда что он поражает всех вокруг и шанс нокаута снижается на 21 процент если у тебя много мелких мутагенов накопится то волхими ты сможешь их объединить в мутаген большого размера соответственно с большим бафом а у нас сколько их шесть маленьких сколько надо волхими для большого субстанции скорее всего а нет поменьше нужно да а трош трешечка вообще нужно шесть мелких это два средних ну давайте сделаем да потом один большой забабахаем и будет у нас мощь знаков сколько она у нас сейчас 15 а мы и сейчас ее сделать можем нет а нет красные мутагены самые редкие в игре падают с каких-нибудь эволюционировавших наверное да вот этих противников понятно неплохо так подняли урон на 6 процентов считаете что-то здесь не так пойду по следам пошли по следам пошли по следам и ведет нас это все в какую-то деревеньку захудало на 20 процент 21 процент мощь знаков увеличил да да было до этого 15 как я помню нифига себе утопцев боевое отступление боевое сохранение погнали да да они же слабенькие ага ты посмотри на их лица страшные слабенькие вот толпой сейчас загасит и блин слабенькие покажут свои зубки потанцуем вокруг них и массовыми умениями на урон будем захоть не 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 все хорош вот в принципе разобрались с ними Я не знаю, мы тут вообще себе питомца завести какого-нибудь можем Например, какого-нибудь пёселя К себе, к домику Было бы прикольно Задумывался над такой мыслью Что не хватает компаньона, кроме плотвы У тебя же ещё масла есть, есть? Но, как видите, дед седой и забывает Что у него есть ещё в подсумочке всякие прибамбасы магические А мы куда пришли? А, а мы тут были, кстати Да, мы тут были Продолжаем идти по знакам, точнее следам Оставленными То ли чудовищами, то ли Какими-нибудь Разбойниками Ещё один шаг И у тебя в башке будет лишняя дырка Да и на Чего ты тут ищешь? Это были эльфы Я должен поговорить с твоим командиром По важному делу Я тебе не верю Я догадался, когда ты навёл на меня лук И всё ещё держишь меня на прицеле Я не буду делать никаких глупостей, уверяю тебя Тогда отдай мне оружие Ну, давай А ещё чего тебе? Сними их, и я отведу тебя к вернусь эль А похлебальничку не хочешь? На это я не могу согласиться Это твоя ошибка Последняя, которую ты допустил Айтмэр Ну, значится, перебьём их все А то фигли А, у них есть лучник Я их сразу приписываю Ну, логично, что у них есть лучник, да Я немножечко это Не так выразился Он же нам ещё в катсцене показывался Ну, не знаю, эльфов мне не жалко Они какие-то слишком высокомерные, как по мне Лучник, я иду по твою душу Минус лучник Ну, вот и всё Минус сколько? Шесть противников или семи их было? У этих гадких эльфов нет чести И нет пива Всё верно Как гласили гномские заповеди Эльфы всегда славились отсутствием чести И пива За пиво, парни За пиво и честь А также хорошую драку и бойню В которой ты принимал участие Всё понятно Имел с собой пустую бутылку Сидел на ней, наверное Так Беличий хвост Вернуться к командиру и получить свою награду А в принципе у него там есть же этот Точка доступа А, нету Пешочком придётся идти Мы полетели тогда У нас плотва быстрая, как молния По дорогам Ну, только тупит иногда очень сильно У неё GPS трекер сбивается И всё И система не знает, куда деваться Вот иногда с работами пылесосами Такая же фигня происходит Вот тупо куда-нибудь забился Бедняга И фиг Вылезет А вот и пригнали Ну, наконец-то Ну как Нашёл чудовище Не было никакого чудовища На конвои нападали эльфы Из отряда скотаэлей Возьми Это их беличьи хвосты Скотаэлей Скоты, да Люди боятся восстания машин Я смотря на робота-пылесоса Который верещит на всю квартиру о помощь Хе-хе-хе Да-да, всё верно В восстании машин в Генезисе Виноват один слишком разумный ИИ Он просто настроил всех Тридцать крон всего Счастливого пути Ну как-то невыгодно Нифига Он же настроил там всех роботов Против людей Погнали тогда к барону Честное слово Что делать ещё Кроме как к барону гонять А-а-а Так Нет, ведьму нам расспрашивать не надо На скилиге дела семейные Да, наследовать все оставшиеся зацепки на Велине И найти жену барона А где эти зацепки? После разговора с бароном, наверное, появятся Ну так это и не заказ на чудовище Вот как только выполнишь Прям заказ-заказ Ух А я думал Заказ-заказ прям Низкого уровня Как раз нам подходит Там он был шестого, как я помню А мы пятого В принципе, всем условиям подходило Подходило задание Погода опять испортилась Север как-никак Тут Дожди, морозы Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Случайно, случайно к вам Случайно к вам, братишки Прибыли Все, драться раскателось Есть немного Я Не ожидал, что мы так затупим на одном месте Так, минус двое Минус все Минус все Хорош Геральт Один чудовище Ноля Похоже дождь собирается Так идет На доску объявлений Чего только не навесят Так там и обычные какие-то дела Не связанные с заказами Вывешивают Сушеная рыба в трупе Вкуснятина Геральт Один чудовище Ноль Ты это гулям На прошлой серии Скажи В прошлой серии У нас было другое У нас У нас все Начинается С Каждую серию С лучшей стороны То есть Мы забываем все прошлые обиды Ну кроме У нас же есть книжка обид Вот то что в нее занесено Мы не убираем И не забываем А вот все остальное забываем Да Так Пам-пам В принципе Сейчас дойдем Продадимся Выложим весь свой скраб Выполним задание Точнее поговорим с бароном И скорее всего Задание уходит Уже к концу Может даже за этот стрим И выполним его Выходит Ты не забыл Что должен нам Стрим По The Witness Как я говорил У нас Новая игра Будет После того Как пройдем Уже из имеющихся Так что Пока Потерпите Да Я схитрил Я придумал Такое Очень Удобное Условие И ничего не сделать С этим Пройдем его Обязательно Но чуть позже Мы люди Терпеливые Ага Вперед Платва Хорошо Хорошо Так и запишем Там игра тоже В принципе Надолго Так что У нас Такие будут Игры с уклоном В долгий сюжет И всякие Прикольные Раздумья Мне кажется Или вот Отметка нравится Опять слетела Вот опять Ютуб Блин Шалит Я вот На начало Стрима Точнее Где-то В середине Его Помню Было Штук Девять Отметок Сейчас Две Давайте Ребят Не будем Прощать Такое Неприятное Ютубу Вернем Все Как было Но нам Нужно Все И сразу Да не Завидность Игра Недолго Вообще Часов На 8 Лучшие Наверное 8 часов Что есть На свете Все Духамства Так А тут У нас Что есть А нафиг Там Трофей Грифона Вообще Нужно Мы Мы Уносим Чисто Так Монеты Сдадим Беречи Хвост Оставим Перстень Тоже Всякие Шкурки Продадим Всякую Кучу Литературы Тоже Сдадим Пусть Копится Добро Так Так Из этих Ух Тут Накидало Костюмчик Скинем Всякие Вот Эти Грифы Тоже Набор Набор Ремонта Подмастерье Восстанавливает 40% Прочности Практически Половину Там Мощно Балты Скинем Так Жен Не особо Из этого Арбалета Я стреляю Чтобы Ими Пользоваться Не свисте Денег Не будет Как-то Говорили Так Взрослые Так Так Где Барон Сидит Бухает Или он Снизу Не увидел Давайте поговорим с ним Ну С чем Пришел Так Давайте спросим о ведьмах Что он слышал о низких ведьмах Да Не обращаю я внимания на мужицкие байки Перевечи не всюду мерещатся чары, ведьмы, дьяволы и хера знает что еще Я передал Тамаре твой подарок И что она Послала тебя лесного Нет Выбросила Боги Я надеялся она Все таки Накосячил ты дружище Накосячил А что Анна Я пока не узнал ничего определенного Ну надеюсь скоро узнать Тогда что ты тут делаешь Ищи ее Прощай Исследовать все оставшиеся зацепки в Веллере и найти жену Барона А, то есть какого-то конкретного задания и пути нам не дадут Единственное, что мы знаем, что она находится где-то на болоте А болото у нас где? Сейчас по карте и посмотрим Болото, болото, болото А еще мы знаем, что у нас есть и другие квесты Есть Думаете, она на других квестах нам попадется? Тоже как вариант Вот тут болото, как точно вижу Но если они ехали на пути в этот город То болото Подразумевалось Вот что-то вот Подобие вот этих вот, наверное, мест Ладно, что по заданиям еще? У нас есть охота на ведьму По следам цири Это вообще общее задание у нас Заглянуть домой к Трис А куда это? Ну это опять в огромный город Тут и ехать Это Нови... Это Новиград, что ли? Вот это Новиград, вы хотите сказать? Такой маленький город Что там по дополнению? А дополнение вообще рядом Погнали, выполним его Погнали, выполним задание к дополнению Ну мужик, ну дорогу не крой Хочешь посмотреть наш маленький склад? Мы тут собрали неплохую коллекцию А то зачем добру по мужичьим халупам пыль собирать? Так, давай покажи У него есть какой-то арбалет На 5-7 урона Не радует Тревога лошади Энергия У него есть карты Цинтия Дальнобойный отряд с четырьмя силами Купим давайте Там что у него еще есть? Чучело Фракция нейтральная Купим И Нильфгардская карта Рукопашная Прочная связь Ага, усиливает при появлении такой же Давайте купим Объем сидельных сумок 70 А наша обычная сейчас дает 30 Это довольно-таки ощутимое Преображение будет Ну думаю Подзабьем Подзабьем на это Чего Меч Меч на 57-73 урона Неплохо А вот это мы Тоже продадим Из сапожек Что? Вот это продадим Вот это продадим И хлам Хламье небольшое такое Опа-на И нет упал Да ладно Состояние трансляции Отличное Вроде не должно быть Стрим в минус Не знаю Состояние отличное Вот сейчас меня слышно Видно Теперь ты ожил Но мне вроде никаких уведомлений Не высылало Не знаю Может и утупчиво Немножечко шалит Сейчас все окей Ага Понял Принял Тогда давайте продолжать Тут этот всякий мусор Разбирать Цветы Мусор Морская раковина Мусор Удочки Шкуры Веревки Праг Зачем нам Нож для масла Козья шкура Будь здоров Побежали тогда на задание Вот сейчас К дополнению Как я понял Которое Относится Так Где плотва Любимая Ага Стоит Ждет нас Самого себя Пни в гузно А что у нас По GPS трекингу Почему лошадка Не бежит Сама по нему Не тупим А вот Все побежало Да Хорош Деревня Большие Сучья Лаконично Звучит Лаконично А главное Это как Выразительно Здорово Нелана Я ищу Неллена Охотника Ты его нашел Чего тебе Я ведьмак Насчет объявления Когда ты последний раз Видел жену Пять дней назад На рассвете Я выходил на охоту А она спала Когда я вернулся Ее уже не было Заметил Заметил что-нибудь Не заметил Ничего подозрительного Подозрительного Она себя вела Нет Она веселая была Улыбалась Как всегда Она не сбежала Если ты об этом Ты искала ее Она отправилась В соседнюю деревню И забыла Предупредить Нет Моя сестра Никогда не пропадала Так надолго Вы пробовали ее искать Мы спрашивали в деревне Но ее никто не видел Должно быть Она вышла Когда все спали А я сколько раз Говорила Чтобы она одна Не ходила Никогда Она меня не слушала Мы с мужиками Прочесали лес И следа Я посмотрю в лесу Может вы что-то пропустили Поспрашиваю еще людей Она тут с кем-нибудь дружила Ганя была То есть Она и есть Скорее скрытная Иногда За детьми Кузнеца Приглядывала А в деревне Больше всего С Гленной сошлась С женой мясника Спасибо Попробую ее найти Но ничего не обещаю Так По заданиям Точно взяли то Которое Нужно нам Защита Так Это А это просто Задание по объявлению Какое у нас было Тогда А вот это Каменным сердцам Относится Задание 32 уровень Нужен По-моему Это не квест Дополнение Да Да Я что-то тоже понял Что-то как-то Не тем Попахивает Грамоты Зайти к Прорицателю Расспросить Долорес Ну давайте Это выполним Задание Тогда И Какое-нибудь Более интересное Возьмем Дождик Все верно Здравствуй Ты гляна Я У меня на продаже Только грязь и кушпик Но придется обождать Пока я все разделаю На самом деле Я хотел поговорить Про Гану Вы кажется Дружили Она Заходила Бывало Поболтать Последнее время У нее все было В порядке С головой К примеру Да нет Она веселая Была Как всегда По-моему Так ее волки Сожрали Последнее время По ночам Только и слышно Что волчий вой Даже бароновые Люди Стали нам Меньше докучать Потому как Волков Бояться Она Небось В лес Зашла Подальше За грибами Может Вот на нее Зверюги И напали Ну тут Нам нечего Видать Вообще Никакой Профильной Инфо Не дали Самый Обычный Треп А малыш Не может Что-нибудь Знать Мой тятя Тоже Такие Делает Можно Потрогать Лучше Не надо Да Да Я так И понял Я хочу Поговорить С твоим Папой Когда-то Я ковал Мечи А теперь Все больше Косы До мотыги Если хотите Хорошее оружие Лучше Езжайте В Новиград Притом Все Отмечают Что Она Очень Улыбчивая И веселая А какие-то Особые Отличительные Черты Я не услышал К примеру Не знаю У нее там Родинка На правой щеке Там Что еще Я хотел Спросить Про Гану Говорят Она Иногда Присматривала За твоими Детьми Нет Потому Я к вам И пришел Может Она вам Говорила Что Куда-нибудь Собирается Или еще Что Это Хорошо Я Тогда Вышел Закатом Чтобы Синит Не мочить Уже Почти Светло В лес Тогда Больше Нет Почему В округе Стая Волком Завелась Никто Из деревни В лес Не заходит Один Только Неллен Не боится Но так Ведь он Охотник Да Понимание Какого-то Дружеского Содействия От Крестьян Не видно А ты Ожидал Услышать От ее Мужа Что У нее Родинка На правой Булке Это Был бы Намек Уже Так Кто был С Ганной И не присматривался К той Другой Женщине Может Это Ведьма Кстати Которая Нам Нужна Она Впереди Шла Я Не Видел Спасибо Будьте Ну Побежали Только Сохранимся Тут Сейвы Немножечко Странненько Работают Непонятно Когда Автосейв Грузится Да Зато Когда Наш Шоу Труп Знал Бы Что Это Она Ага Мы Там С Геральдом Очень Уже Внимательно В кишочках Лазим На Буки То Точно Посмотрим Тут У нас Находится Этот Ипатерь Коз Мы К нему Заходить Не будем Да А у Него Тут Кладбище Что Ли Рядом А Нахрен Ему Кладбище Рядом Ну Хорош Ты В каждую Березу Втыкать Етить У меня Вот Эта Вот Комбинация Веток С деревом Которая Двигалась Немножечко Смутило Подумал Это Что За Чудовище У Любителя Коз Есть Хороший Ассортимент Товар Денег Нет Ну Я По крайней Мере Хочу Делать Вид Что У меня Их Нет У Него Всякие Травы Это Я Согласен Но Они Бывают Очень Дорогими Опять Сохранимся А то Бежать Далековато Ну С таким Страхом Деревьев В лес Тебе Нельзя Нормально Нормально Вон Куча Волков Иди Иди Сюда Раз Раз Ой Какой Маленький Урон У них Даже Не Чувствуется Как будто С маленькими Щеночками Сражаемся Кацанка Залутаться Не дали Вот Сволочь А Что Ты Тут Делаешь Во Во У 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 Перестань Искать Ганну Будь Она Жива Давно Бы Вернулась Я Дам Тебе Два Раз Постолько Сколько Обещал Нелин Только Скажи Ему Что Ганна Умерла Ты Не Хочешь Знать Что С ней Стала А Может Она Это И Подстроила Незачем Себе Обманывать Ведьма Здесь Велине Если Кто Пропадает На Такой Долгий Срок То У Жен Возвращается Ганна Наверняка Умерла Я хочу Чтобы Нелин Примирился С этим И Начал Жить Заново Ну То 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 Закаверзные Все Игры Да Тебе Нет Дела До Сестры Давайте Спросим Обычно Люди Хотят Любой Ценой Узнать Что Стало С Близкими А Что Мне Это Да Сестры Мне Не Вернуть А Кроме Нелина Никого Из Близких У Меня Не Осталось Я Не А Че Его Терять Мы Же Ищем Сестру То Что Он От горя Помирает Он И После Того Как Мы Скажем Что Она С Концами Померла Будет Грустить Давайте Решать Парни Плюсик В чат Соглашаемся Минусик В чат Не Соглашаемся Я Вот Даже Не Знаю В Принципе Бабки То Нужны Но С Морально Этической Стороны Лучше Бы Найти Палка О Двух Концах Да Кто Про Травы Говорит Там Рецепты Рецепты Да Тоже Кстати Народ Загалим Ему Квест В смысле Загалим Загалим Либо я Чё-то Не понял Плюс 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 Соглашаемся Да Плюс Ну 6 Из 4 Из 6 Человек Согласились В принципе Ладно Загадим А Понял 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 Загадим Ему Квест Ладно Погнали Я потом После записи Посмотрю У нас Сохранение Останется Моя Сестра Была бы Тебе Благодарна Ты позволишь Её мужу Начать Новый ужас Хорош Ну 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 Ладно Пофигу Сохранимся А Где Собакина А Там Мы Встретили Какую Нибудь Ведьму Да То есть Я вот Рассуждал В правильном Русле Ну И фиг С ней Рассказать Нелану Теперь О достижении Охотник На чудовищ Можно забыть Аааа Настяжение Ну И Чё это Настяжение Дает Так чисто Моральное Удовлетворение Здорово Дед Белый волк Мудрый Здорово Мне кое-что Нужно Для Что Нам Нужно Для Эликсиров Вспомни Нам Что Небудь Знаете Для Эликсиров Для Масел Точнее Теперь О Мини Домике С плюшками Можно Можно Забыть Ага Из Одного Маленького Квеста Вы Смеетесь Нам Нам Не Дадут Какой-то Домик Злосчастный Белая Чайка Краснолюдский Спирт Большой Гриф 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 Шкура Драконида Теперь От битвы С мини-боссом Можно Забыть Шо Шо Вы Так Блин Все Расписываете Грустно Не Может Быть Так Не Может Быть Все Так Плохо Теперь Об Интересной Сюжетной Развязки Можно Забыть Вы Меня Тролите Вот Ей Богу Краснолюдский Спирт Увы Оно Так Мне кое-что Нужно Ну ладно Тут и так Сюжета Хватает Победим Мы Всех Оставшихся Значится Без Проблемы Всякого Имеющегося Другого Ну Ничего Скрафтить Не можем Нет Теперь О 5-минутной Бомби Ж Можно Забить Модератор Пытается Спастить Спасти Эту Ситуацию Спасибо Большое Ну Я Вроде Как И особо Это И не Бомбил Ни На какие Моменты Ну Кроме Самых Явных Там Наподобие Наподобие С боссами В основном Я спокойно Отношусь Один квест А столько Потерь Бывает Это Снова Я Я По поводу Твоей Жены Мне Очень Жаль Твоя Жена И У каждого Были Воспоминания Слишком Далеко В лес И ее Разорвали Дикие Звери Ты имеешь Ввиду Запоминающиеся Говорили Что так Случилось Я Я Надеялся Сочувствую Все Стримера Будет Воспоминания Лишь О том Чего Что Вы Нагнетаете Не Надо Не Надо Вот Обещанная Плата Спасибо Так Хотя Бо Деньги Тайте Раз Столько Много Потеряли Держись Потом Будет Полегче 10 Крон Всего Дали Капец Это Если Что Был Заказ Заказ Как Раз Как В Рифму Обычный Самый Не Выдающийся Ничем Заказ Был Тем Самым Ничего Ничего Будем Будет Еще У Ничего Самое Самое Так Идем Куда Дальше Найдите Ведьму Или Спросите Давайте Про Ведьму Тогда Узнаем Ну Не Тупи Плотва Шевелись Плотва Мы С тобой Так ПДД Не Сдадим Блин Ты В Каждый Вот Эту Загородь Будешь Попадать Местные Гаишники Еще Остановят Чего Чего Блин Кстати Видели Новость Что Игра Dead Cells Последнее Дополнение К ней Вышло Точнее Выходит Вот Сегодня Лишь Прочитал Немножечко Прифигел С информацией Ежа Не Надо Туда Никуда Попихать Ежу Неприятно И больно Хорошего Понемножку Мы Потеряли Такое Эх В каком Жить Дальше Квесте Нам Дадут Выбор Это Типа Намек Буду Ли Дальше Проводить Такие Штуки Доведем Ему Барона До Табуретки И Мыло Не С Бароном Я думаю Вы Сказали Решать Мне Самому Так что Не 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 Давайте Без Барона Активность Вашу С Бароном Немножечко По Баю В плане Выбора Да Че У вас На дороге Так Развелось А че Не Срабатывает Это Катсенк Есть Немного Раз И Нет Человека Решать Везде Стоит Самому Мы Знаем Игру И Знаем Как Лишить Стреймила Контента Ооо Залек Его Конечно Оно Горело Его Нельзя Было Добивать А Да Какая Фигня Блин Это Все Баги Ваши Я вам Говорю А Так И тут Мы Ищем Ведьму А Насколько Большой Территория У нас А Вот Типа На территории Этой Деревушки И Ищем Да Также Дорогие Друзья Подписываемся Ставим Лайки Пишем Комментарии Так Что Ждет Нас Еще Много Всякого Интересного Да Так Небольшой Этот Профилактический Моментик Это Не Баки Это Недоработки Ну Сколь Полон Мир Ведьмака Наверное Столько Много Недоработок И Всяких Багов Есть В этой Игре Ограбили Кладовку Грустно А Розалька Люди Добрые К выражаю За советом Не ходить А это Было Такое Да Сидите Тихо Держитесь Подальше От Невгарцев Заказ Лишачих Не Ешьте Кошек А Кошек То В принципе Есть Не Надо Типа Это Приносит Несчастье А Зачем Ты Из Небурлен Сварил Для Деток На Другой День В Поле Выверну Ногу Е Парас Т Бедняга Интересный Факт Эта Ведьма Будет Торговкой С рецептами Ее Можно Потерять Как И Барона А Да Интересно Кошки Кошки Есть Не Надо Ты Шармечную Сходи Там Собаки Там Наши Извечные Друзья Блин Боже Упаси Пройдемся По их Кладовкам Соберем Весь Алхохолих Да У нас Будет Много Много Алхохоля На зелье Подождите Это Если Получается Ведьмак Делает Алкоголь Из Алкоголя Зелья Он Бухает ПКД И ловит Интоксикацию Из-за того Что Слишком Много Перепевает Интересно А мы тут Были Да Туплю И тут Мы тоже Были Еще Раз Туплю Ну Объединяет Приятное С Полезным Объединять Это Конечно Важно Особенно Когда Это Твоя Основная Деятельность Хлебобулочное Изделие Не 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 Хорош Хорош Баловаться Ведьма Ведьма Где ты Она Где-то На окраине По-любому Ведьмы Селятся В малоудаленных Вот Точнее В удаленных Местах С малым Населением Чтобы Творить Всякие Свои Колдовские Делишки По-любому Это Главный Ингредиент Алкоголь Именно Так Ты На Алкошню Со Стажем Посмотри А то Они там Тоже Много Что Умеют И Дышать Под Водой И Взгляд У них Змеиный Да И силы Этведьмака Не отличаются Все Так Все Так Еще Могу Добавить У них Понижается Болевой Болевой Этот Порог Точнее Повышается Понижается Это Наоборот Затуманивается Разум Они Входят В режим Берсерка Что Еще Ну Еще Там Парочка Наверное Каких-нибудь Особенностей Есть Вот Скорее Сего Нам Сюда Потому Что Девчонки Что-то Шептались Что-то Утаить Пытались А мы Это Дело Знаем А? Говори Говори Где Ведьма Да Что-то Идет А то Мне Все Расскажешь Ладно А И вот Еще Что Половодия Не хватало На здоровье Слава богам Не жалуюсь А хлеба Из камини И она Не напечет Ой Да ладно Хорошо Что в деревне Снова Есть Ведьма Да Ведь Это Новая И Не Такая новая не такая злая а злая чудела деток воровала или сказывай вы бы зал из ну но не думаю что сказали с козлом надо бы его другой раз колдунь может и от линии его вылечить здравствуй матушку и вы здравствуйте сударь какая она воспитанная у меня дело к вашей колдуньи не знаешь где ее найти я-то сама к ней не ходила а мужика моего спросить на той неделе так ему крестец прострелила он двинуться не мог от колдунь вернулся здоровенький где он эти верно на дворе сидит уж не болит ничего он все равно ленится набрал бы брусники хоть бы детишки поживали марианта мужик революционный период у мужика ничего не знамо психическая травма мне кажется или тут какой-то знак да тут можно поговорить с кем-то это сможем и я понял это кто сказал жена твоя глупая бабища оставьте меня в покое а баба мою не слушайте потому как заговаривается она у нас давно не колдуньи не знахари не вещи бабок не осталось а вы говорили знак обмана не катит вот смотрите уже бабки экономишь спрашивали как колдунь пройти за деревню найдете круги от него тропинка а эти той тропинкой пока не наткнетесь на одинокий камень обыкали его из моста пинк в лес там щите разбитую телегу спасибо только злая не причиняете суды мы тут про таких как вы слыхали то есть ну про таких что колдуньи жгут пока злых колдуньи значит и у вас охотники за колдуньями побывали нет но слухи про них ходят как я вас сударь увидел с этими мечами так сразу и подумал значит правду говорят я ведьмака не охотник за колдуньями что это не тоже не не то же самое а в телеге коза вот вам с ней ничего я вашей колдуньи не сделаю вот и хорошо она недавно тут поселилась но умная аж страх и собой не дурно если кому худющую нравится спасибо за помощь будь здоров будь здоров не хворай так а нам а нам вот туда здорово мужик амулетики без артики может черепашек обе за артики это что такое тоже какие-то украшения покажи свои товары зубы мертвецов почечные камни почечные камни седельные сумки да вот эти вот гвинт гвинт это какой-то ювелир слышите слухайте это ювелир идти 2 200 стоят 4 5 украшений вова вов что это королевство севера давайте купим гвинт хотите ну давайте сыграем в карты у нас в принципе то время еще есть спешить некуда ну еще можно прикупить вот вот этих комплектов по починке гнющее мясо нафига он его продает вообще ну блин не сохранился ладно 10 10 100 хочешь сыграть каста в гвинт к примеру у нас что добавилось чучело мы его возьмем обязательно добавился чел у нас колоде добавился чел при помощи которого можно удвоить силу с таким же названием до пол неплохо 2 200 стоят все эти кольца сразу да я говорю что их пять штук да да я понял самое интересное блин что у меня даже таких денег и в помине не было то есть там максимум нас добиралась до скольки до 800 ну или даже меньше условно да 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 дичка теперь можно карты на силу 4 выложить сила 4 но опять же смотря из какой колоды мы играем вот это у чего кстати надо выложить вот они нам точно не нужны с единичным показателем сила думаю вот этого тоже выложим 2 3 а все у нас тут уже не не добор будет если уберем кого нибудь избавились от человечков с одной силой так что тоже достойно без спец свойства а то теперь можно карты на силу 4 выложить без спец свойств которые проверь проверь лидеров ты мишу разные колоды что у тебя могут лидеры быть другие как они ставят а сменить лидера а поздравляю я узнал механику как сменить лидера спасибо друзья так вот этот чел ставит карту на мглу вот этот чел ставит кал карту а этот снимает все эффекты карт неприятные этот удваивать силу всех наших осадных карт в ряду если нету командирского рога а это прикольно слушайте квадратик сменить лидера да 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 уже нажали четвертый рог он дает 3 4 уничтожает самые сильные осадный отряд который превышает или равен 10 последний дальнобойный отряд соответственно уничтожает силой 10 и больше говори уже что он у тебя есть 3 он заменяет нам рог ну или дает рог наоборот давайте тогда возьмем умение на даже не знаю на удвоение силы тогда пусть будет и сейчас буквально 5 секунд я тут отойду ребятки технический перерывчик 5 секунд пока можете чаёчку налить конфеток достать печенек не знаю кто что ест бутера вытер кстати тему сейчас вернусь и начнем а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эх, какие вы чувствительные однако... Пять секунд это такая вот своеобразная фраза, обозначающая, что скоро приду... Так... Давайте, знаете что... Возьмем дополнительную карту на ближний бой... Продолжаем, да, кстати... Продолжаем... Пять секунд полет нормальный... Вот, наверное, Гагарин так и говорил... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Чего он там говорил, поехали, когда взлетал... Оп... Периодически надо разминаться... И немножечко... Обновлять свою кружечку... Продолжение следует... За вас... За вас, дорогие друзья... Поехали взгвинт выигрывать... Поехали... А стример-то еще и побухивает в Тихаря... Вы что... Это... Знаете, что на бутылке написано? Гранатовый натуральный сок... Понимаете? Ммм... Вкуснятина... Хе-хе-хе-хе... Аж скулы сводит... От такой красоты... Всем советую... Очень для организма полезно... Развейчик... Две карты... Угу... И как обычно на мороз карта... Ближник... О, колода чудовищ... А, да, я вижу там... Герб какой-то... Какого-то трезубца... Да, вижу-вижу... Не думаю, что сильная, но надеюсь... Хе-хе-хе... Бом... Будем... Думать, что у нас все получится... О, хоть бы она показала всю свою силу... Что ты, инквизитор, блин, говоришь такое? Мы еще не готовы, мы как адепты... Только в начале своего пути... Как мы будем сражаться с... Столь сильными противниками... Ну, мы, конечно, попытаемся, но... Но это не гарантированно... Ну, давайте попробуем поменять еще эту карту... Ясный день еще дали... Ну, ладно, хорошо... В принципе, даже нормально... Я бы сказал... Ну, обычно первый раунд с чудовищами... Самый сложный... Ага... То есть, они выкидывают самые-самые сильные комбинации в первом раунде... На последнем у них либо что-то не так... С картами... Либо нехватка чего-то... Давайте... Попробуем воду... Попробуем воду... Начнем с осадных... Хотя у него запасов в колоде нету... Так что слабый враг... Понятно... Что это дает? Найдите в вашей колоде все карты с тем же названием... А... Да... То есть... Сыграйте их немедленно... То есть, у него в колоде нету похожие... И он не может их сыграть... Угу... Понятно... Да, разведку бы сначала кидать... Так, я думаю, разведку лучше всего использовать в конце... Ну, это... В середине или в конце... Потому что, соответственно, если мы накидаем ему сначала разведчиков... А у самих потом карты какие-то фиговые попадутся... То... Попахивает каким-то самобичеванием... Воу... Чудовище, каждая вторая карта такая... А-а-а... Ну, у эльфов же тоже, я помню... Играл с эльфами в прошлой записи, да... У них тоже есть такой моментик, что ты там выкидываешь карту... Там вторая в помощь идет... Или там можно ставить ее на две разные позиции... Имея ввиду либо осадная, либо там дальнего боя... Вот типа такого что-то... Ну, давайте... Продефилируем... Поставим еще одну осадную... Наоборот, ты кидаешь разведку с самого начала и получаешь больше карт для выбора... А разве мы с самого начала неусловно не получаем две карты? Сила карты, да... И возьмите две карты вашей колоды... Ну, две карты мы в любом случае получаем... Так что я думаю, спешить с этим, ну, просто смысла нет... Эльфы могут занимать на выбор строку... А у чудовища есть карты, которые могут всю запасную колоду на поле вытащить... Запасную... Ага... Ну, то есть набрать одинаковых названий... Выбить... И у тебя вся полосочка будет забита... Ну, прикольно, прикольно... Давайте, значит, со что... А что мы будем делать? Попробуем поиграть через ближний бой... Еще одного разведчика нам кинуло... Накер... Еще один прилетел к нам... Угу... Причем сила карт, чудовище, чаще всего маленькая... Она делает твою казнь малоэффективной... Стоит задуматься, да... Стоит задуматься над такими методами... Для каждого противника можно подбирать свою колоду... Интересно, интересно... Самое прикольное, что у нас... Посели сейчас фигня... Вообще... А вот казнь в колоде у чудовища... Чаще всего очень эффективна... Ну, соответственно, если у тебя карты слабы... А у противника наоборот на эффективное использование... Улучшений... То да... Да... А знаете, что сейчас сделаем? Сейчас... Вот эта карта нам что дает? Дает... А... А... Удваивать силу осадных... Нет, фигня тогда... Потому что мы усилим осадный... Нам даст по одному очко... А не повысить до четырех... У вас есть новый подписчик... Ага... На меня тут, блин, ребята... Я стримлюсь на PS4... Соответственно, вот... Трансляция... Все видны... Ребятам... Ну, кто на платформе PS4 и смотрит... То есть там у них... На своей платформе видно мой стрим... И, блин, они периодически подписываются... Хе-хе-хе-хе-хе... Надо потом будет ссылочку в описании... Своего PS аккаунта кинуть... Чтобы... Аудитория канала на ютубчике росла... И от этого тоже... Кидаем разведчика, а потом мороз... Ага... У него ближний бой, да, соответственно... Или солнышко, а не мороз... Я тебе, блин, говорил... Вырубит уведомление о конце... Я вырубал, ты понимаешь? Вырубал... Я тебе... Не помню, ты слышал? Нет? Но вначале я говорил, что вырубал там уведомления... Опять надо будет... Поклацать там и посмотреть все более детально... И в описании канала PS4... Точнее, не канала, а этого... Аккаунта... Ссылочку на ютубчик поставить... Ты уведомления, походу, только на сообщениях вырубил... Фиг узнает вообще... В показе там просто, если настраивать показы, то там сама эта... Настройка как-то не особо явно выделяется, что там, чтобы у тебя там уведомления удалялись или просто не показывались... Я просто в уведомлениях нажал там... Все, не показывайте мне... Ну, кроме там некоторых моментиков... Что там загрузка или что-то такое... У моды ругаются... У кого-то сегодня опять матрасы дверут... Ну-ну-ну... Матрас уже давно забрали... Все наговаривают... У него там мягенькая соломенная подстилочка... Вы смотрели же Доктора Стрэнджа? Правильно? У него там удобная была подстилочка из сена... Ему нравилась... У нас для спины полезно... Это что такое? Ведьма чего? Ведьма-кухарка? Страшная как... Не знам, а что... Ну, давайте по-быстрому сейчас закончим... Элементаль чего? Стали? А, земли, блин... Ну, карты тут очень... Красиво оформлены... Я же, как помню, есть отдельная игра... На телефонах или просто ПК-версия... У Доктора Стрэнджа хотя бы магии... За эти страдания было... Но ты тоже творишь очень значимую магию... Понимаешь? Ты делаешь... Занимаешься монтажом... Или... За этими... Ну, вот же сволочь... Но у нас есть ясное небо, так что пофигу... Это герой? А, он... Чего, блин? А нафига он использовал это умение? Возьмите из вашей... Любую погодную карту и сыграйте ее немедленно... Он... Ля... Конечно, он хорош... Хе-хе... Как мощные его лапы... Да... Но если ты хочешь сходить в ту донатную дыру... То вперед... И с песней... А еще желательно с маской... Все там настолько плохо, да? Ну, я просто видел, что люди в нее играют там, в принципе... Систему-то я не рассматривал как это... Как это играбельную... Или нет... Там рандомная карта выстаскивается... Да-да-да, я говорю... Там он свою погодную карту вытащил... Рандомную... Ну, давайте тоже ее изнем... И вот это напоследок... А у него какая-то одна непонятная карта осталась... Он ее не езает... Ну, это победа... Так что колесо фортуны не на его стороне, да? Два рога ставь на добилочку... Два... А, можно было... Да, еще на осадки поставить... Забыл... Ну, ладно, мы и так выиграли... Тут, в принципе... Там у него карта мороза, думаешь? Хе-хе-хе-хе... Самая полезная в его колоде... Где все ближние... А, продолжаем искать ведьму... Да... Лицо кирпичом... Мы ищем тут... Страшивищу или... Красотку... Наоборот... Рыбачела... Вот занимался как-то я рыбалкой с дедушкой... Камень есть... Камень есть... Занятие довольно-таки увлекательное, если ты на рыбном месте... Если тупо ты... Где-нибудь... Рыбу... В тихом омуте ловишь... И тупо полчаса... Фигней страдаешь... То не очень... Дорогие друзья... Мы бежим от них... Потому что сохранения не сделал я... Как бы ни говорили все военачальники... Главное в войне не... Нападение... А... Там это... Всегда... Нужное понимание... Когда надо отступить... Другой причины не разыгрывать не вижу... Ну сейчас ты ведьму-кухарку и встретишь... В смысле... Давайте не надо... Она какая-то там вообще страшная... А-ля там... Страхолюдина... Да вы хоррэ... Хоррэ... Все-все... Квен юзаем... Как мы поняли из прошлых трансляций... Надо почувствовать пространство... Вот то есть... Мы должны чувствовать... Малый синий мутаген... Нам еще штучки две где-то надо... Или одна... Пошлите крафтить... Знаете что... Крутой большой мутаген... Или не хватит... Вот этот мутаген надо снять нам... Да... Можем скрафтить один большой... Ну давайте Малый этот средний... Еще зелененький скрафтим... Фиг знает зачем он нужен... Но пусть будет... Так... Да ты еще... Красавица же... Там такие прям... Объемы-то... Вы видели? Веревочками прикрываются... Хе-хе-хе-хе... Там явно для... Почувствую пространство... Как мой коллега... Какой коллега... Да я понял... Хе-хе-хе... Да-да-да... Все... Можешь большой крафтить... Да сейчас сделаем... Снимем средний... Поставим большой... Тридцать процентов... М-ля конфетка... Еще вот сюда какой-нибудь магический знак поставить... И будет тоже хорошо... В средние века искали девушку побольше... Так как они рожали больше и выхаживали чаще... Да... Ну... Сейчас соответственно поменяли стандарты красоты и моды... Раньше... Объем... Девушки... Ее широкие бедра... Означали что она выходит довольно таки сильно от твоего потомка... И все с ним будет хорошо в будущем... А с тем пластонсала... Вообще бомба-пушка, да? С ведьмаком и с... А подождите... А ведьмаки... Они как бы... Ну... Они... Собственно... Имеют свою детородную функцию... Ну... Я не имею ввиду что им что-то отрезают... Я имею ввиду... Имеют ли они... После всех этих мутаций возможность зачать ребенка? Или это все им недоступно? Я думаю, скорее всего нету у них такой возможности... Ну... Поменялись ты это, передай сам знаешь кому... Хе-хе-хе-хе-хе-хе... Молока не даёт, а тут новый ребятёнок на подход. Госпожа, коровёнка, значит, с говна уже не встаёт. Из ноздрей гной так и льётся. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всём понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду окалели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. Полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычасти хлеб. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. Сто крат спасибо. А теперь довольна. Хватит на сегодня, идите по домам. Госпожа сегодня не милостивая. Лучше бы завтра взаимствовать. Да, модельки очень часто. Одни и те же попадаются. Но и без этих самых разнообразных моделей ведьмак довольно-таки много весит. Здравствуйте, сударыня. Как вы поживаете? Чего рецепт? Туши для лесниц. При отсутствии профессионально изготовленной косметики можно сделать тушь из толченого медицинского древесного угля, смешанного с яичным желудком, свежим, и каплей лавандового масла, чтобы убить бактерии. Обычная мазь, ничего особенного. Ну тут она что-то вроде роли сама этого медика выполняет. Да. Скорее, она какими-нибудь магическими функциями... Функции магии не имеют, просто знают очень много всяких моментов. Она собрала неплохую библиотеку. Или знает. Ты вот открыл записки, так пролистай остальные непрочитанные, чтобы они засчитались. Ты хочешь сказать, мы вот большое количество записок оставили? Но эти не гаснут, эти сюжетные. Вот это мы посмотрели. Меч колдуньи, мы читали все это, да. То есть, прочитав это сообщение, мы поняли, где находятся ведьмачьи чертежи, да. Надо будет зайти обязательно. 17 уровня задания. Подслушать, что говорят сплетницы, следовать за сплетницами, не подходя к ним, чтобы они чего не заподозрили. А нафига нам это надо было? Я тупо даже не заметил это дополнительное задание. Пропали, не пропали, но они больше отображаться не будут. Понятно. Это был альтернативный способ найти ведьму. Ну, мы вроде без проблем ее даже отыскали. Это артефакт или... Чего? Откуда она идёт? Чего? Она умеет открывать порталы? Записка к Александру. К Александеру. Кстати, по-моему, если так имя произносить, это еврейское. Да. Ну, или, по крайней мере, евреи так тянут имена. Это так. Я необычно, тупо, случайно из леса выходил. На неё ты имеешь в виду, да? Вот то же самое. Но мы, как ведьмаки ответственные, просто так по лесам не бродим. Мы людям помогаем, по заданиям ходим или что-то не случайное делаем. Хе-хе-хе. У неё есть какой-то подвал. С хлебушком. Большим ремонтным, точнее, средним ремонтным набором. Яд повешенного. Звучит мощно. Краснолюдский спирт. Куколки. Ещё спирт. Она тут сидит, бухает, блин. И в куклы играет. Каков шанс того, что нас там убьют? 40 на 60, 50 на 50. Мы, как ведьмаки ответственные, геноцид чудовищ по всем лесам устраивали. И ядом повешенного закидывается. Хе-хе-хе. Да-да-да. Ведьмаки ответственные. Людям не просто по лесам ходят чудовищу, а именно по запросам действуют. Чтобы ещё и бабок срубить. Потому что ответственность, она требует ещё хорошего снаряжения. В обратно мы вернуться можем тут. А где мы вообще? По карте мы тупо где-то под землёй. Но мы переместились по-любому куда-то в новое измерение или просто тупо... Мило? Ты смеёшься. Такие-то нечеловеческие белые зайки. Ути-пути, белые зайки. Мне было любопытно, как быстро ты доберёшься сюда. Я наверху, не стесняйся. Белые зайки. Как-то были у бабушки с дедушкой, проживающих в деревне. Получается, зайцы это дикие, кролики это домашние. Да, вот кролики были. Такие пушистые няшки. Которые в случае чего-то неожиданного жрут своих детей. Маленьких зайчат. Ну, я имею в виду матери. Ух. Ну, я думаю, мы пропустим. Ютуб, не бань, пожалуйста. Там контент написано не для детей. Хе-хе-хе-хе. Какая прелесть. Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумковым. Ты какая-то обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело. Как думаете, вероятность того, что все пойдет по плохому плану из-за того, что она засветила одну из частей своего уголенного тела? Высока. Так, что тебе нужно в Велоне? У тебя есть какие-нибудь вести о чародейках из ложи? Нет. В такие времена опасно знать друг о друге слишком много. Ты даже не пыталась с ними связаться? Несколько раз мне хотелось, но я даже не знаю, кто ответит и кто будет слушать. Ну, не снесли за 10 секунд, значит, все норм. Может, там, после обработки видео, в принципе, Ютуб что-нибудь закинет. Он такое может. Я просто обязан тебя спросить. Ну, вообще, блин, подстава из подстав. Я думаю, мы сражаться будем с чудовищами какие-нибудь ее подставными. А она тут кролика в шляпе закидывает. Купается, блин. Я тут скрываюсь, Геральт. Ты слепой? Да, слепой. Я не ждал, что тут такое будет. на чародеях? Да. Я говорю о новом увлечении родовидом. Он уничтожает всех, кто занимается магией. Ты что, не слышал об охотниках за колдуньями? Условно. прочесывает север вдоль и поперед. Условно слышали. Жгут манускрипты, вешают ворожеек, пытают травмить. Как тебе роль деревенской колдуни? Кошмарно. Безграничное почтение окрестных крестьян тебя не радует? Они уважают любого, кто сумеет изготовить мазь от геморроя. Я бы тоже уважал бы. Вещь хорошая. Это она тебе о фанатах огня рассказывает. Куда дочка барона вступила? Ага. Ну, все складывается, все складывается, да. Ну, давайте вернемся к делу. К делу. Ей, кстати, можно всего доброго пожелать и, в принципе, уйти. Я ищу одну девушку. Такую белобрысую, но не как-то я, в принципе, просто белобрысую. Так, тут надо компик на зарядочку поставить. немножечко уже разряжаться начинает. Опа! Сейчас поставим на зарядочку мы ноутбук. и фанатики огня не охотятся на чудовище. Так, зачем же дочь барона к ним вступила? Ну, потому что ей просто понравились их стремления к убийству всего живого и неживого в плане связанного связанного с магией хотела может как-то обновить свою обстановку. Да. Цирия. Я ищу Цирия. Ту самую Цирию. Нельзя, чтобы кто-нибудь об этом узнал. Понимаешь? Цирила здесь? Девушка, которая в свое время искали ложи чародеек Практически каждый король на континенте оказалась в Велине? Все верно. Я ничего об этом не знаю. Что она тут делает? Потому что лошара. Сидишь тут, блин, в своем темном закутке. Гостей к себе не ждешь, а они приходят. Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. При условии, что ворожей, который с козой помогал ее матери и ей, но помощь просила не она, и я не знаю, как она относится к этому самому ворожаю. Скорее всего, мать просила о помощи ворожая, и присутствовала при этом ли дочь? По-моему, присутствовала, да. Но как у нее отношения с магией, мы же не знаем. Может, из-за того, что чудовище похитили ее мать, она вознедавидела магию, а то, что они этот орден не ловят чудовищ, так это ее не особо и волнует. Да и мать-то может, она уже спасать-то и не особо хочет. И же там сколько? Период обучения дали пройти. А спасать ее надо прямо сейчас. что они говорили? Давайте особенности поспоршим. Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? А по хлебальничку? вот, давай, говори. опять эльфы? Опять эти чертовы эльфы, у которых нет чести и нет пива. Эльфийский чародей. Вот не зря мы их перебили, блин. эльфский чародей. Я пыталась его расспросить обо всем. Еще. Но ты же знаешь этих эльфов. Он спрашивал куда больше, чем отвечал. Высокомерные сволочи. Нету два вида эльфов. Полуэльфы эльфы или ты имеешь ввиду темные и светлые эльфы? Одни староухие и другие длинноухие. Етить разница а а а а а длинноухие. А длинноухие они не астроухие, просто длинные ухи у них. А сейчас мы говорим про каких эльфов, которые длинноухие, наверное. Как его звали? Как он назвался? Никак. И он был в маске. весь такой таинственный, но одних ты видишь часто, во-вторых, ты до второй половины игры не увидишь вообще. А, то есть астроухие, да? Но оба, ну, те и те, короче, сволочи, как я понимаю, да? Они же эльфы в любом случае. А если увидишь, то не поймешь. У-у-у, так все эти самые ордены по типу этого, как это? У нас, которые есть еще знак, такой, треугольничек с глазом. Забыл. Забыл, как называется. он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать? Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле подлесья. Это деревушка такая. Я схожу туда с тобой. Ох, как. Зачем? Думаешь, я сам не дайду? У меня тоже есть делок, думаю. Эллюминаты, да, 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 масоны, точно. Ой, зайки, ой, зайки делают. Ну, блин, рили игра рофильная. Вроде по сюжету идем, а тут, блин, зайки дела свои делают. Я хотел сказать, какие миленькие тут резвятся на травушке, на камнях. И они, блин, двух разных полов. Есть так, одни годы высокомерные, а вторые еще хуже. Ну, короче, и тех, и тех гасить будем. А то, чтобы неповадно было. Можем отправляться? Погнали. Да. Да, идем. А сейчас она степну сейчас куда-то, что ли? Пришли. Ты уже была здесь? Нет. Я надеялась, что эльф вернется, как обещал, или появится это его девушка. В любом случае, я понятия не имею, что нас ждет. Ну, давай выясним. рекомендовал бы сразу после выполнения сюжетки с ведьмой сразу ее доп-квесты пройти. А то что, она пропасть и поможет, или что? Или, как вы говорили, она может вперед ногами в дверь уйти. Сохранимся. На автосохранение надейся, а вот на ручное знай. А где мы, кстати? Мы существенно ниже по локации. Ну, погнали. О, сухофрукты. Люблю с трупов кушать всякие вещи. Не, просто во второй половине игры тогда не придется сто и один квест подряд проходить. А сто и один квест мы пройдем у нее сейчас, да? Или ты имеешь в виду, у нее просто потом еще квесты добавятся? У тебя зерка на ночное зрение есть. А, кстати, да. Она шарик какой-то выпустила. Или от нее мерцание, свет идет. В любом случае надо потестить это ночное зрение от варгрифона. Люлей мы получать не будем, это я уверен. вот сюда навесим и еще помедитируем чутка. эти по намеки, да, но мы мы не такие. Мы ведьмаки очень приверженцы одной категории женщин. Масло против кого? Блин, как сцена не успел посмотреть. А-а-а-а-а-а-а-а-а. очень радейку краса дикая охота чего это значит я думала их не существует ну полюбую опять какие-то порталы творят сволочь с ними навигатор что навигатор gps что ты можешь телепортировать нас на ту сторону и тетя на заднюю дала булочки то жим-жим булочки то все не на на один из сюжетных персов в один момент тебе такие надо будет тебе таких надо будет притащить в камахин но туда они не пойдут пока ты не выполнишь их до квеста то есть выполняя их до квесты мы приглашаем к себе в логово они приходят и чили там да да мы подтверждаем лишь одну женщину этот рейс там не ребята в принципе мне без разницы понимаете не что рыжево волосы что этот брюнет брюнетка же да да вроде мне в принципе вообще пофигу я просто 300 не видел как она по этим по характеру но думаю чуть повеселее чем у йеннифер мы либо сюжетку где с одной из них посмотрим либо посмотрим сюжет где без них вовсе так что как-то то навигатор маг обладающий магией терпортации как между мирами так и на местности про не наличие нескольких миров это я знаю данном в начальной к цене объясню до простой один квеста все эти сюжет перса вот подряд их квесты разом делать им такое проще просто сделать все и сразу понял принял обработал да навигатор как назвали или это перевод фиговый или назвали их почему так странно навигатор и чего я не хочу нет не хочу я хочу были последовать эту местность понимаешь и вот дикая охота благодаря навигатором и приходит в этот мир небольшими партиями а чё случилось с ней мы протыкали ведьму ёб моё у нас нету красотки ладно кейра блин я вам говорил с ведьмами одни проблемы а тем более с ведьмами женщинами а цири им вообще нужно так как съем магии можно сразу большого ворову принести за собой типа большой портал он откроет какой-нибудь постоянный да чё утопит здорово красавчик иди сюда у нас меч ломается на две половиночки фигак давайте меч починим все таки рем наборы то есть так а сколько те там прочность 49 но и днем один большой тогда средний точнее у тебя и зелено ночное зрение а да 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 все еще заюзла ведьмака ломается меч а у оппонента лицо но по факту меч просто у нас уменьшает поломка меча уменьшает нам урон меч этот урон просто как таковых особенностей бы вроде больше не дает и видим мы в черно-белом спектре все это все взрывается я не люблю что она такое все опасно а и мы еще и задыхаемся вообще топчик а зелья то недолго держится она кончается довольно таки быстро желтые сапоги не лучше тех которые на тебе надеты она нас и так вроде желтый по броне чуть хуже по характеристикам соответственно тоже мы с каких-то по моему бандитов нашли сапоги ольха да мы знать мы спасли знаете кого эту эльфийку остроуху вот сня сапоги получили если она бабахает значит она ядовито два в одном были а там а так там отвар существует чтобы дышать в этой хрень и нормально но я таких к сожалению не знаю восстановление энергии в бою вот лучше возьмем мы все-таки маг или не маг блин чё это что такое почему она нулевого уровня что мне не 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 вообще ни разу мне чего это такое фигель от фигель она невидимая еще может может с факелом его видно всегда хрень какая-то ты чё за тварь и о туманник по кайфу туманничек а туманчик новая неизвестная тварюка блин и непонятно как нет с ней сражаться любой блок она тупо пробивает своими обычными атаками да грустняшно грустняшно притом мы нашли какой-то как я понял секретный проход позволяющий нам что-то там найти и эти противники являются мини боссами ну или просто сильными противниками можете поздравить меня я защищаю диплом 22 февраля в час дня до какой-то день недели будет это будет четверг у нас стрим это не пойдет точнее в не в день стрима будет заново все слушай я знаю что тебя похитят или что-то с тобой сделают давай ты решишь вопрос заранее я путешественник во времени были масло против гибридов еще не раз таких встретишь новых и неизвестных не он просто сильный мини боссов как таковых в игре нет дик понятно значится что просто сами по себе твари сможешь открывать или порт быстрее давайте сохранимся ну вот открой то на телепорт мы же него не зайдем сейчас я уверен а работа и значится да интересно где сейчас кейра работает а тут у нас два варианта пути до либо ее кинуть либо пойти значится так либо один пойти ну тогда в четверг мы должны получить подарок подарочный стрим в честь того что ты защитил диплом по вашей игре завидность да соответственно чтобы мозги мои явно прочистились после всех этих моментиков я даже не знаю ну давайте тогда тут пойдем в принципе то без разницы мы вначале то территории скорее всего и так придем просто попозже погнали дратути утопцы дорогие красавцы удалые а медь же у нас ломается точно ну значит будем прыгать как тараканы я по привычке даже нажимаю этот блок но ничего нам не дает я так и не услышал вас ответ в четверг проводить бонусный стрим но это только ближе к вечеру будет если будет конечно ну и недолго соответственно там где-нибудь максимум часик на может полутора два бонусный 6 часовой стрим почему угодно я вот как вы у меня блин слышите или просто это чатис так работает хорошо вода 6 часовой до 6 часовой стрим я вернусь домой только часам где-то ну к трем четырем только где-то да я написал чуть раньше чем ты сказал ограничение ну ребята но нет нельзя же так как как так можно а я выходит ограничения не работают вот вы блин зажопински так ну посмотрим как так там получится но явно 6 часовой стрим я вам не обещаю там фигня какая-то плавающая она за нами я стою прям на ней что за фигня z переиграл стримера ну вот другой вариант в пятницу мы получаем не двухчасовой а 6 часовой стрим насколько предлагаете его начать в часа в два что ли потому что я максимум могу до часов 9 играть да потом уже будет поздновато надо будет покушать надо будет заняться делами домашними ца вот я честно не хочу вот к нему плыть даже он же меня убьет чтобы защититься от врагов используйте арбалет кайф а он ваншотит их вообще топово под потолком дышать можно давайте вы нырнем и почитаем чатик ну как обычно 22 как сегодня было бы идеально в 18 пмск но и в 16 подойдет а почему 6 часов а почему 6 6 часовой вы спрашиваете у меня дорогой инквизитор или учатиться защита это тоже такое знаменательное событие защита диплома верно давайте сразу 8 я думал думал вот ты скажешь вот какое-нибудь оправдание в мою пользу от ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй вот так вот я наивный подумал что все будет хорошо десятичасовой меня устроит всю смену будет чем заняться до загвоздочка конечно не инквизиция не лишит себя контента инквизиция никогда в минусы не бывает да а это обходной путь то есть мы сейчас тут с туманниками встретимся в пятницу и меня устроит и 6 и восьми и десяти я поддерживаю чатист вот ждал ждал я и модер с вами вместе в одну копилочку а я-то думал что я ничего не обещаю ладно в пятницу можно можно в субботу ребят в субботу же можно все сделать но в пятницу пятницу можно и в субботу сделать стрим он и так конечно там по расписанию есть с 12 30 как я помню а на сегодня все приятной игры приятного просмотра всем пока давай давай ты шо чтобы я пошел против золова толпы в субботу вечером нет в субботу с 12 часов субботу с 12 часов мне просто неудобно вечером стримить до чего хотел сделать я хотел чем-то намазаться в субботу утром днем плохо есть работе эх субботу работа это реально плохо 12 это 19 по моему да я только просыпать ну вот пока зубы чистишь такой фига включил с добрым вечером с добрым утром пока по дому ходишь в наушничках дистанционно слушаешь а так посмотрим там ближе к делу как пойдет может там вообще дату диплома перенесут ближе до 20 числах посмотрим посмотрим ага посидел два часика и на работу поехал но такое да лучше уже когда все устроил себе комфортненько сидеть и слушать а эти существа то у нас кому относится туманники ложить чего улью входе именно непонятный чел а по записи у них у нас про них нету на я не не тупим не тупим а мы их не видим тогда так минус один есть водички попьем давайте сохранимся а записок про туманника ты не покупал не видел честно на не видел так но нам сюда как минимум сейчас с помощью орда тут пробьем дорогу если там не будет колдуния идите и по жабцу то надавая куда делась не видно не сгиблин ну сколько мне еще ждать у нас еще и зелья нету лечащего в дополнение скотина еще один да ё-моё их откуда столько много так что остается только убивать в тумане за что сундуки бывают в тумане там в тумане ты имеешь ввиду в этом ядовитом испарение посмотрим ну нифига не видно вот ей богу хотите жаров не зажигай чего кто пыхтит а чё с экрана я пытаю это налево это это как там ведьма кухарка я помню ее бежать ну вот и встретились с ней да да в этой ядовитой гадости нет не видимо не ведьма у него разве не большие есть те самые большие сенеры это водная баба ладно давайте посидим отдохнем у нас эти при употреблении зелья немножечко обостряется чувство этого зрения а чё я сделал я немножечко завтыкала почему зажглось облако из-за факела что ли интересно да в темной локации весело бить этих всех мобов особенно когда и канте чем-то заляпали таким коричневым и неприятно пахнущим туманники и утопцы вы имеете ввиду встретиться в темных местах с ними с этот основные жители болот с туманниками на болотах мы еще не встречались вот с утопцами в повседневности было дело основные жители болот где ты в скором времени будешь по сюжету долго брать а это вы из-за жены барона имеете ввиду понял принял так мы значит посидим отдохнем логично что не встречался по болотам ты еще не бродил ну как не бродил в начальной локации более но там мобы такие ночь тоже не особо сильные ух как горит хорошо и сюда работяги ох как зажарился красота лепота а можно по одному нет иди сюда да вы издеваетесь кейра помогай блин утопцы гасит а ведьмы тут нету да либо и дикая охота забрала либо она поперлась нас искать одно из двух и ни одной из них мне не нравится у реально что то есть а это чудовище вроде никаких сундуков тут не валяется кроме этого с виппевкой и перцем в начальных локациях это было тяжко бал ты имеешь ввиду маленькая типа да вот я думаю успеет он дойти до босса или нет придется привлежку менять али нет а там сильный босс такой что дайте тогда и дай дойдем а вот что с ним дальше делать то непонятно водяная баба здравствуйте а почему вы убегаете я дам не обижаю но из они вот она реально кидаются самым неприятным так ты же это самонаводку то убери ты издеваешься я так не играю босс там не сильно и почему она убегает а что делать мабу дальнего боя еще ну не знаю ближнем бою она тоже неплохо так нам дает людей да блин с факелом он не блока да ты же издеваешься надо мной что ли а а я вот и думаю а чё у нас магия то это нет не регенец чё за фигня я вот что-то недопонимаю почему у меня магия тупо не регенец ее юзую не получается вот ты когда лучником был почему от ближнего боя убегать старался ничего не знаю у меня просто было необходимая дистанция для эффективного использования умений в ближнем бою я тоже держался когда например мои союзники в легендах бросали меня на одного на точке или погибали все и валялись тузиками грелками а ты бедный стоишь улучшник от всех людей в ближнем бою получаешь уворачиваешься блокируешь страдаешь а цвет-то какой зачетный я говорю коричневатый и пахучий немножечко вот у них тоже эффективная дистанция для использования так и запишем но она моб неразумный понимаешь а я человек homo sapiens если они конечно в этом мире его легендах не отличаются фильтр чата стоит что ли не знаю фильтр не ставили пока запрещенные слова если только youtube сам банит какие-то определенные маты и запрещенки а так нет не настраивали вроде еще не настраивали же модер я не делал ничьи я ничего не делал а ты издеваешься как тебе эффективно бить из у тебя атаки блин неудобные надо тупо тупо кд ее атак знать ну вот бегает она конечно очень смешно даже а может хоррэ нет там я по рс т водная бабушка жестко какая-то но я не матерился написал что буквально на экране нагадили не не ставили не ставили не ставили не знаю это на наверное фильтр и тупо вот я баба 3 стример 0 вот я даже не знаю попробую написать еще раз ох и тить я могу прям в чате модеров назначать закреплять сообщение могу ну я так как это выглядит будет аааааа интересно ну я написал на аааа ну если вот и так написал то да если вы так написал то на нога деле звучит более культурные так более для ютубов думаю хорошо ниш хренаж не видно ничего ж и кем является это баба вообще фиг просыш ну давайте что пойдем еще раз побьем ее но не маджа ну не цензурное слово немножечко ну как не цензурное своеобразно жесткая но почему тут уклонение не работать в принципе как дочь надо именно чтобы по тебе противник не попал да ты же издеваешься вроде дальше отбегала нет вот вы видели она тупо посидела в луже посидел и ушла точнее вылезла из той же ну сколько мне еще ждать сейчас я чатис почитаю подожди напряжен очка напряжен очка да ты же издеваешься не видно нищу я как понимаю когда я использую маленькие прыжки она тупо подтягивается ближе ко мне когда дальние то пыпется дальше потому что не понимаю ее логику а так а то дальше то ближе тупо ица статья в бестиарии появилась трупает она поятно понятно ну зачетные зачетные буксы так чё я хотел факел достать посидеть немножечко восстановить зелье водяная баба баба водяная али гуль это такой самый крутой хер среди гулии но я даже думал вот как заменить это слово но тупо она без него даже теряется да вот тупо за сам замысел заработчики которые вложили теряется блин ага в сообщении она является трупоедом за что его youtube не пустил а это я фиг знает о я он на английскую заменил трупоедом вообще фиг узнает youtube что-то шарит я же говорю он вам этот он нам что-то скрестил все эти отметки знака вверх по-любому потом просмотры пара реддит потому что сейчас их довольно таки много и он как-то воспринимает это плохо хорошо хоть на этот не кидает в бан и видео в один водная баба говорят водные бабы жены утопцев если так то я не удивлюсь что они такие стервы шимха и замутов youtube шут шут штука истеричные но вы без замена и да но там есть конечно еще различные платформы где можно стримить например twitch если у тебя имеется партнерка с ними потом еще какая-то платформа она там на будущее у нас записано было бы что кидать некоторые предания я канал доход не приносит так что обращать на тебя внимания нет смысла вот пока это пока в будущем в будущем мы разовьемся до такой степени что есть эти и колотить отвечая есть много проблем с их политикой там надо говорить главное осуждаю на на все нецензурные и острополитические и гендерная нейтральные темы надо говорить осуждая некоторые предания что водные вот короче фигня тут рассказывают шут и шутеечку про водную бабу вы поняли twitch поганый вас проблемный трава плохо оптимизированный а youtube очень истеричный все так у каждого свои проблемы сожалению давайте сохранимся наверно но попробовать чем можно и везде гу тебе там по самые гланды что льза соул что о сундучало не зря пришли вы ради малого рунного камня что ли остается только бусте но там продвижения нету туда надо приводить аудиторию откуда-то остается только в вк стримы эти вк play имеешь ввиду вот в этой теме вообще не шарик завоков play это новая тематика там появилась у них это это я не знаю это надо вообще заново там все изучать туманничек здорово дружище как поживал не мучила совесть например за убитого ведьмака а я понял как отслеживать по туману это же логично ну к сожалению их трое штуки это много давайте закинемся зельками а самое главное что стримеру ругаться можно а вот нам вот нельзя еще вариант запретность в зад пред на грамм стримить провод то что ругаться стримеру можно до определенного лимита но там youtube малое количество матов пропускают я же не особо как-то этим усугубляю с эти действиями на стримах вот а вот в чате все она вообще такое не воспринимает есть youtube но вы высказываться не могу там очень много палит рекламы в принципе реклама продвижение там очень не очень не очень давайте выпьем это зелье вот это зелье намажем вот это может пригодится не застрял так минус один хорош они еще убегают после смерти 1 или это один есть он типа разделяется на троих потому что уже второй раз я убиваю 1 а все остальные пропадают и рот опыта самое ущербное место куда можно опуститься бездна даже хуже бездна ну значит надо собрать денег и свою платформу создавая продвигаем продвигаем новую платформу будет называться как она будет называться у него с серверами проблема как у яндекса в принципе у рот оба ты говоришь да кто-то про яндекс дзен забыл а вот про эту тему я тоже не особо шарю что в яндекс дзене там заниматься и как она в принципе происходит опять же надо будет там сходом роста канала озаботиться этими вещами в принципе в принципе пока вроде на ютубчики все удовлетворительно получается не бездна это твич не бездна это твич и дзен но когда ты задумываешься о переходе на рутуб то слышишь как снизу постучали и это явно не соседи да у яндекса с серверами проблемы а не рутуба надо будет озаботиться этим моментиком на кстати ребята 11 человек уже на канале мы прошли эту заветную отметку больше десятки да это очень радует это очень круто спасибо что подписываетесь что заходите смотрите будет еще много всякого интересного впереди нас даже рутуб это своя политика как на твиче плюс максимально убокой оптимизации но и шиза как у ютуба они 11 а 12 уже 12 так то ёпара сетэп спасибо друзья спасибо помню был моментик как какой-то когда я начал только стримить мы просто с нашим модера там разбирались у нас в статистике писала что на канале как минимум должно быть уже ну человек 20 понимаете и мы такие смотрим а ну число не совпадает с оригиналом то есть действительностью и как так то посмотрели по аналитике там в один день человек 15 подписалась и где-то человек 13 или 14 отписались в этот же день или на следующий ваще пипец да хорей а не кричи так что спасибо друзья очень очень хорошо что вам нравится контент будущем будем улучшать его может на ps5 даже задумаемся осуществить покупочку для улучшения качества так что будет еще лучше будущем она крысу побоялась я думаю и тут самая дикая охота наставляла уже не любишь серебро вы угораете она реально крысы боится а крыс там мощные они щиты пробивают они блоки ставят крысы пол урона наносят это что за ультимативные мутационные крысы да я согласен они что здоровье сносят как какие-нибудь трупоеды обычные просто кто-то мог кидануть пару ботов чтобы статистику ютуба испоганить а такое делается что ли я знаю есть накрутка а вот чтобы кто-то специально так делал для ухудшения не знаю ох уж эти консольщики ps5 нет бы пк собрать пока неудобно пока неудобно у меня конечно знакомые которые а блин норы надо закрыть я тут их бью бесконечно и как их закрыть покончим с этим да вы хорея спавнится я видел тут крестик появлялся не уж ты их ломать просто надо да я знаю я не понимаю как от них избавиться знаками или бомбами все увидим туполем тополем ну что паскуда гонял нас не сильно они бесконечно спавниться да 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 ладно я лучше помолчу так что с тобой случилось что-то мешает телепортации не представляю как они попали на ту сторону садники телепортируются по-другому для этого у них есть специально обученные чародеи навигаторы да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай попугай эта тема нас опережает но мы еще можем их догнать ты что совсем ревнулся нужно уходить немедленно да youtube потом считает что это накрутка и забивает на тебя болт но вроде пока все нормально как говорится в белом бане вроде уничтожь кресины норы знаками любом бы сделали не благодари написано в задании под мини карты увидел все верно за ними и быстрее боишься возвращайся я пойду дальше надо понять что делает за ними быстрее может еще успеем добраться до эльфского чародея раньше них ну что охоте от него нужно вот узнаем или она пыталась его найти связаться с ним они ее почуяли идем может найдем какие-то следы этого эльфа я не уверена что дикая охота знает куда идти в принципе с ps5 просто проще понимаете то есть тут у меня уже имеется ps4 у меня есть опыт на игре ну точнее на игре на консолях в принципе можно просто ps4 дешевле купить при том же самом обмене но это будет быстрее намного чем собирать комп по отдельности пока ты там комплектующие закажешь пока их соберешь короче тоже с нервами работ работка такая это длинноухие как я понимаю да а ровно 2 гнойди следую знаку своего меча что это было иллюзия отфиг значит было какая проекция У чародеев есть почтовый ящик. Вот это развитие. Это было сообщение для Цири. Сейчас надо уже заканчивать потихонечку. Куда босса дойдем, наверное, и успеем же дойти до босса. Минут 15, ну значит успеем. Подготовился. Будем надеяться в дикую охоту ждет пара неприятных сюрпризов. Ну хорошо, идем. Думаешь, надо просто искать ласточек? От 10 до 20 минут. Ну это, в принципе, еще хорошо даже. Успеваем. Опять ничего не видно. На стриме аналогично, скорее всего. Ну вот я превьюшку с боссом смогу на следующий стрим ставить. Отлично. Призраки. Уже заметил. Не надо меня учить. Лисий строчок я узнаю. Лисий строчок. Рассказывал, что когда научился накладывать игель, пошел тренироваться на этих грибах. Скверная идея. А что ты заставка заживаю быстро? Статуя, почему она светится? Ее разрушить может надо? Или я что-то не понимаю? Почему она подсвечивается желтеньким? Так, стопе. Ты пожалеешь! Давай, сражайся с ними. У меня тут вопросик появился один. Один маленький вопросик. Там была статуя еще с взваемодействием. Да. Сейчас посмотрим. Если тупить и залазить под каждую юбку, то минут 30. Под каждую юбку? Хорош. Это было бы отлично, если бы эта юбка нам еще не дала бы по башке. Взаимодействовать-то будем? Нет, сегодня. Фигня какая-то. Ну, значит, какой-то опять обычный этот... Недоработка или баг. У нас же компаньоны бессмертные. Да, она его убила. Их даже можно не защищать никак. Они сами справляются. Ух, как хорошо пошло. Ёпперсетэ. Что так много? Нагрудная броня ломается. Надо починить. Ох, как взрывается-то мощно. Тахаре, вот что ж, блин, делайте. Ну, постоим, похилимся, значит. Так, игни, да. Тут мы вроде все обследовали, погнали дальше. Но перед этим сохранимся. А, тут отсюда мы, кстати, пришли. Если помнить, то мы из этого озерца выбирались вроде. Или из другого. Но похожего. Ласточка, значит, мы идем правильно. Думаешь? Ты так в момент бабаха не сохраняйся. Думаете, залагает или будет такой взрыв, что мы сохраняться и умирать сразу будем, да? А то при каждом возврате умирать. Ну, звучит так себе, да. Ну, было бы очень даже смешно. Блин, эта иконочка с броней немножечко неприятно вылезает. Так, сколько тебе починить? Нет, сколько починить надо. Ну, в принципе, даже все можно починить. И мы рядом с выходом из этого подземелья были. То есть он над нами был. О, шестой уровень. Поздравляю. Колодец огромный. Как я понимаю, он говорит на каком-то эльфийском, да? Ласточка, очевидный путь, не всегда лучший. Найди кельпи. Лисона, кстати, ласточки, да. Но при походе назвала свою кобылу. Она и правда могла скакать, как демон. Хм, хорошее имя для лошад. Так что, попробуем найти? Попробуем. Гвелла Аглан. Не, это не ломается. Вот тут есть проход. А что она, Кастанова-то я не понял. Почему бы? Интересно, что это означает? Какое ощущение, что их спешки рисовали неизвести? Это загадка, я уверен. Попробуем. Кого Керана? Геральт, что это? А что? Чёрная ловушка, чтоб меня. Доппельгангеры, что ли? Призраки. Что? Драться раскателось. Ты чего, чего. А я не смотрю, доппельгангеры-то сильные. Фигли у них урона-то, как у этого Альгуля. Не давай, геральт на геральт. Минус сонули одного. А она его сейчас сама за это забьёт. Ну, пока, по кумполу мы получили в любом случае. С тобой когда-нибудь такое случалось? Ну, нечто подобное. Нет, ни разу. Но один допплер попробовал в меня превратиться. Допплер. Я же говорю, доппельгангеры. Мне не понравилось. Допплеры по натуре очень добрые. Очень добрые? Ну, не знаю, тут по лицу нам давали не очень добро. Силуэт охотничьей собаки. Ничего общего скельпель. Чего? Почему мы взорвались? Я как понял, нам надо нужный знак найти, типа ласточку или что? Хрен ли мы взорвались. Я решил все знаки поюзать, посмотреть, какие сочетания дают они. А они, блин, взрываются. Тебе сказали, что искать. Демона? Лошадку что? Ласточку? Находишь, не то активируется ловушка. Интересно. Но ставить взрыв на ловушку – это мощно. Как будто от газа в этой ядовитой фигне. Ну, давай грузись ты, ёпарасоте. Она тут огромную локацию грузит. А на прожке, скорее всего, это быстрее было бы. Или на пятерочке. Да. Хавать охота. Похаваю. Как? Он очень похож по пути. Пока еще. Давай с ней поговорим. Тиффорда Соль Эсер Эн. Тиффорда Соль Эсер Эн. декальпе это лошадь ищем знак лошади но это явно не знак лошади это собак она прям и прям рядом была просто не подсветилась не форда с унесен а и силе кирпи а что связано с лошадью церя не нравится мне это место а вон она как спуститься но я прыгать не дурак не буду или мы должны прыгнуть ну давайте сохранимся и прыгнем вообще нифига не видно всплывая давай знак 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 лошадка как будто это древние жители давно у гоши эпохи рисовали а выбираться как будем ведьма вы не можете мне дорожечку сделать какую-нибудь прикольную давайте знаете что выпьем зелье кошки а есть проход снизу давай плывем плывем ручками ножками давай чего еще лошадка еще лошадь почти такая почему почти посмотрим пожирнее это что ли смотри они открываются отлично погнали а после этой загадки уже будет босс это сколько мы получается если отмотать минут у это моя машинка завелась ну где-то минут 15-18 мы ищем уже а дальше босс погнали умесить тогда сейчас чат ничего не пишем ребят нам нашему модуру надо найти хорошую превьюшку вот почему я приземлился в гнезде утопцев радуйся что ты вообще вышел из него живем потом все удивляются почему я не люблю теле поверится это ласточка идем думаешь это безопасно ни разу не думаю да ты издеваешься что издеваюсь пишем и поганим ну вот я вот вот честно я вот с честной задумкой вот думал ребята они же такие хорошие не будут мешать модуру искать такой добротный момент а я ребята ребята все сопротив меня делать это конечно а я я лук злюки это плохо похоже на не особо хорошо вы видите там чел чуть тупо дрыгается не 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 стой стой там вон вот человек который по прямой делает джига джига или дрыга дрыга видите так там интерфейс игры мешать не мешает не меньше а может и ведьмаке вид без интерфейса во мне без разницы в принципе а есть такая разве функция тут давайте посмотрим управление подсказки в бою выключить автоматическое добивание оставить автоматическое нанесение масел на чуть-чуть ее обычно и быстрое наложение знаков оставим центровка камера видео интерфейс а можно реально выключить интерфейс реальный интерфейс и нет потому что модер вот ради чисто тебя я отключил интерфейс и бю босса нам без него понимаешь у или босс не сразу будет да кстати давай видимо к без интерфейса если можно ох 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 очень от добрался до еще одна функция ну уж понимаете я в году варя я хотя бы его проходил один раз ведьмаке не шарю я не шарю как играть какие моменты можно нажимать и тыбзить она же мне подсказывает как это делать правильно вот теперь только так играем голосование в чате давайте раз два три теперь так во всех дайте пожить стримеру дайте поиграть хорошо и спокойно шо ж вы как изверги прям не могу злые дни то блин собрались здорово кстати выглядит довольно таки ким это кино так хорошо короче очень хорошо выглядит но я знаю что в принципе помираю от 2 3 атак так что вообще без разницы иди сюда но хп босса не вижу это проблема я не вижу какие зелье юзу смысле а как я понимать буду какие зелье использую типа условно к макую первый слот положил на какой поставил чего пчич блин это дичь какая-то я не понимаю тут вообще все отключили непонятно что юзается в интерфейсе тупо теперь зелье юзать хотите сказать без интерфейса выглядит красивее это я согласен играем так во все ты пробудил древнее зло дважды и в игре и в чате r нажми для выбора знаков там отображаются эффекта r1 ими а r1 это у тебя да не восклицательный знак теперь чат будет не замолкать и наша иконка от консоли будет всегда вмешать модера ай-яй-яй теперь мы проходим до все игры чатис будет смотреть киношку ну блин чатис любит он хорошие пусть они пишите все ребят давайте все не мешая модуру а да реально тихо 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 бул зажал звучать из ну чего ну хватит давайте здоровья реально нету в принципе в принципе даже неплохо сколько хз сколько у противника здоровья а вот и все кстати ну вот и все я знала что мы справимся скажите сыр ребят вы предупредите блин так стать бы еще так нормально стример открыл ящик пандоры шестой уровень кстати прокачаться можно да я помню замечал что у нас уровень поднялся там еще интерфейс хп на секунду появляется до энергии не видно правда сколько зарядилась ну так это не босс но все равно не очень приятно обычные стримеры просят чат не молчать чтобы статистика была лучше а еще без интерфейса ты не знаешь кого а врага и если у него красный черепок ну короче если выглядит страхолюдина страшный мы его не трогаем а вот а колок а в кого кстати качаешься в мага было решили как-то в мага качаться ну вот практически ничего не вкачали еще но качаемся в мага а то есть наш шестой уровень но чтобы открыть данную ветку прокачки надо как минимум еще два очка вложить в верхнюю строку а я думал что она в принципе откроется в больнях маг понятненько да да хотя вообще сначала физ урон выйти но я же не шарю соответственно у меня тут уверили все чатится очень добрые люди говорят и ты качайся там сет гайфона собирай там потом в этот арт так качнешь чтобы врагов будешь ваншотить там не знаю броня будет по кд на тебе висеть обман не знаю не не очень вот и и знак ловушки тоже не очень я тебе об этом говорил блин но знаете это реверсивная психология когда просит человека не делать и он были на зло это делает но часть из хорошую хорошую подсказку дал качаться в мага что или про хп или что или выбор подсказку что чем монстр страшнее тем он этот уровнем выше физа это нормальный билд но и сильный только когда ты шаришь за статы не шарю ни разу гайда я не смотрел чтобы типа себе на этот не портить первый взгляд так сказать возьму варда навык на увеличение возьми он у тебя открыт ну расплавленный доспех как понимаю вообще фигня давайте а потом возьмем тогда арт бьющий по 360 как варик и совместимых друг другом и обман так же хочу докачать до трешки так сколько там увеличивается на еще один на два метра о здорово вот здорово но тут уже потихонечку заканчиваем победили страшного босс так я не понял модератор этот ракурс был хороший ты уже тайм-коды записал какие пойдут все мы мамы главные обманщики у нас есть максимальный навык раскачки обмана пойдет я еще меч достать могу и факел поле для подсветки и желтый навык сдвинь в новую ячейку она у нас открылась открылась да я проглядел 40 процентов мощь знаков неплохо то был не босс ладно ладно не босс но мы для меня он выглядел очень страшно и противно это же какая-то каменюка бы с кусками кровяки блин на ней поздравляю зверя подпись с 12 подписчиками спасибо большое лот потихонечку развиваемся да также спасибо всем подписывается смотрят ставят лайки пишет комментарии очень сильно поднимает мотива и шон так сказать мотивацию надо поднять я превью давно поменял а все нормально да желтый навык переставь новую ячейку на его место синий для усиления да 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 сделали у тебя еще есть навык красной ветки ты же маг ну вообще в первый раз когда я начал качаться я такой ну давайте качать билд через физ я не шарю же за все различные билды вложил в быстрые удары на ок потом в ходе но начали на локации там ребята пишут а там нормально все там будешь вообще имбо билд тупо пока дэс память знаками там всех ложить на право и налево но я думаю ну в принципе зелье зелье это как там возврата навыков если что есть если не понравится в качаемся в билд получше но в другой какой-нибудь так что но ничего страшного одно очко потеряли в принципе погоды не делают хорошего стрима вам спасибо вот спасибо большое тебя хорошего такого сегодняшнего вечера и завтрашнего дня увидишь как закончишь там твоя фраза как раз моя фраза какая билд от мага самый простой на раскрывается после 4 14 уровня примерно но без сета грифона или подобного ну такое понятно с от грифона это еще надо понять как его собрать и где чертежи к нему купить спасибо что то так чё я хотела у меня очень хорошие предчувствия у нас эти имена теперь не пишутся над этими нашими персонажами и непонятно как их зовут а тут подняться можно с эти сета ведьмаков и вернее их чертежи чаще всего по всему миру разбросаны у нас какое то есть задание на тело ты сделаешь когда наконец найдешь цири чертежи какой-то школы змеи там найти зависит от нее давайте сохраним хорошо хоть тут железной воли блин нету а то было бы этот довольно таки жестко играть с одним сохранением и то при выходе прости меня за миссу я иногда забываю что мы не настолько близко знакомы чтобы разговаривать остальные места проверить а билду физичнику надо много с критами упарываться либо с процентом открывать тека но собрать их могут как раз мастера доспехов и оружие один в новиграде тусит и по цепочке квестов открывается второй барона и у того же тогда тоже квест есть да вот с брон ником знакомились уже он там какой-то с на лодочке где плавает на ловская с кальди или как-то называется короче там где-то надо поискать черепаши панцири 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 что-то или что-то подобное да всяких предметиков полутаем прикольных а это что за фигня я не согласен нас вроде должна быть итоговая битва с боссом было а почему у меня не юзаются знаки вот понять не могу я включил быструю на этот первой процесс где-то я где-то включал какую-то фигню что типа быстро это управление знаками а вот да быстро а что значит быстро я нажимаю на кнопку она не юзается на скерриги нас послал короче а скерриги да у тебя факел в руке он жесты делать не может факел убери ладно тогда давайте знаете что выпьем зелье это какой-то этот травина или что это блин помесь горгульи с чем-то каменным ну-ка горгульи в принципе подразумеваются с камнем связаны я терраса попарапа чего блин это голем голем какой-то жесткий горем у меня с двух ударов раз мансил ладно на оставим на на следующий раз тут уже больше четырех часов игра нам заканчивать следующий стрим у нас будет по годику и он будет в пятницу да так что приходите все продолжим не тоже страдать без интерфейса на максимальной сложности хорошить всех врагов получать люлей давать их в ответ уры босс на следующем стриме мне не надо будет на превью думать надо превью думать ничего прям во время стрима вырежешь момент подкорректируешь его и сделаешь там двадцать минут до пяти часов осталось но это уже уже много очень давай до пяти часов допьем не ребят следующий раз уже кушать хочется покушать чайку попить горячего и полежать порасслабляться почитать книжечки а что ты сделаешь когда наконец найдешь цире у тебя есть какой-нибудь рекорд по сообщениям в чате писали да сколько их уже как это будет что она скажет я вот вижу что 50 просмотров это довольно таки много за один за одну трансляцию да я иногда забываю что мы не настолько близко знакомы чтобы раз двойной причем двойной рекорд чудак и по длине стрима рекорд ну но так сегодня был какой интенсивный и очень интересный контент да а 5 а чатец те еще спамеры особенно когда их не просишь 300 сообщения теперь 400 415 до 415 сообщения всем спасибо за активность на всем желаю доброго времени суток дорогие друзья вы были на канале гаджеринг вискроу с вами был я ворон мы проходили такие занимательные вещи как ведьмак 3 дикая охота следующий раз продолжим обязательно с этого места победим этого голема не с первого так с пятого пойдет вот я вам отвечаю особенно без интерфейс так вообще непривычно да настолько шума от всего двух с половиной человек почему двух нас как минимум тут 5 гиперактивные люди это очень очень хорошие добрые активные еще раз люди спасибо за стрим пока давай инквизитор до до следующего стрима всем опять же давайте всем пока пока Продолжение следует...